Народная славянская радио Всем здравия! С вами Народная славянская радио Сегодня у нас по одному из современных календарей 4 августа 2016 года четверг По одному из старинных 34 день месяца получения дорог природы 7524 лета неделя И несмотря на то, что неделя, мы все-таки будем что-то делать А делать мы будем сегодня эфир, который будет идти у нас под названием таким Как остановить мужское вырождение Думаю, что ответственно к этому эфиру надо всем отнестись А раз так, то и человек тоже у нас будет ответственный доклад делать И уже вам хорошо известный И зовут его Юрий Лодин-Светорус Здравия тебе! Здравия! Всем здравия! Все аудитории здравия! Всех подслышать взаимно, мысленно Напоминаю, что вопросы мы принимаем в чате Народного славянского радио Для этого вам надо попасть на сайт Народного славянского радио То есть в любом поисковике наберите Народное славянское радио После этого окажетесь на сайте slavomir.org Ищите слово «чат», нажимаете И после этого, если вы еще не зарегистрированы Придумывайте себе логин, пароль, указывайте e-mail Куда будут приходить вам письма Счастья о регистрации И после этого вы становитесь полноценным участником чата Можете задавать вопросы Можете общаться с друзьями Ну и обмениваться своими мнениями Итак, как остановить мужское вырождение Почему эта тема очень ответственно, очень важна Почему именно вот об этом ты решил поговорить сегодня? Ну, оглядываясь на окружающий мир Задаешься, естественно, таким вопросом Что вокруг происходит Как начинают мужчины себя вести в своей жизни Какие поступки они совершают Какие слова говорят, а потом эти слова не выполняют Ну и волей-неволей, конечно же, ужасаешься этому И приходишь к выводу, что что-то надо делать Так невозможно, не может просто дальше так продолжаться Сколько может эта ниточка уже виться То есть надо как-то клубочек этот Остановить, а потом уже спять повернуть Это все То есть лиц, скажем так, нетрадиционной ориентации Все больше и больше становятся Причем не только те, которые делают какие-то вещи В прямом смысле этом Но и по своим мыслям, по своим поступкам По своим словам вырождаются представители сильного пола Ты это хочешь сказать, правильно? Ну, в том числе и это Это небольшой кусочек всей этой конструкции То есть это поверхность всего-навсего То, что сверху торчит Ну и поверхность, да Это, конечно, внешнее проявление Конечно, это Если нам осматриваться на природу То есть обладать здравомыслиями Оглянуться на природу В природе встречаются какие-то редкие, может быть, случаи И то, это я только слышал от ученых Что там на самом деле Я лично сам глазами не видел, например Вот как противоположные какие-то существа Как-то на глазах Если это происходит в совокуплении Скажем так, это как-то наблюдается Чтоб это однополые, но я ни разу не видел, например Может, где-то есть какое-то исключение А у нас это каким-то уже правилом постепенно становится Ну да, ученые все время куда-то пытаются заглянуть В те места, которые мы не смотрим И все время вынести на свет что-то такое Что мы не видим А вот то, что мы говорим о человеческом сообществе Если это можно, конечно, назвать человеческим сообществом В современном виде Такое людское общество потребителей, потреблятства То в этом случае, наверное, да Здесь и даже ученым не надо лезть уже на каждом шагу А может быть, все-таки вот эти вот ученые Как-то получили заказ для того, чтобы почаще об этом говорить Побольше про это говорить Кому-то дали заказ говорить о том, что Ну вот в природе же это встречается Ну, значит, и среди людей встречаться может Почему бы не так Когда окно овертона, да, как-то Типа того, как назвать можно Ну, сначала об этом сказали, что такое вроде бы есть Потом сказали, ну вот где-то там на западе И это встречается Ну, это же тоже люди Это же тоже нормально Надо же, чтобы они и жили как люди А раз так, то значит, надо, чтобы они полностью соответствовали Всем тем восприятиям, всем тем ощущениям Всем тем правилам и так далее Ну, а если они чем-то не вписываются Значит, надо наши правила переписать И получается, что в конечном итоге Они уже полноценные граждане общества Они уже диктуют условия Уже за справедливость, за правильное отношение к себе выступают Ну, и так далее, и тому подобное В конечном итоге мы видим, что у нас Все больше и больше начинают окружать те, которые Кто-то из-за моды А кто-то может потому, что голова уже там Какие-то проблемы на себя навлекла Начинают вот себя называть лицами нетрадиционной ориентации Ну, когда начинают об этом говорить постоянно вокруг Конечно же, волей-неволей человек начинает То есть, природа человека такова, что он восприручив к информации То есть, если человек вот так вот, скажем так, даже насильно пичкать информацией Даже если он знает о цели, ну, скажем так, этой информационной обработки Все равно он со временем сдается То есть, вот Встречается такая информация, кстати, неоднократно Ну, я вот склонен ей доверять, что действительно Когда хочешь, ты не хочешь Где-то ты, может быть, неосознанный в какой-то момент, да Информация постоянно проходит, проходит, проходит В один прекрасный день утром просыпаешься И другие мысли посещают И люди могут и гнать от себя где-то ужасаться А в итоге все равно не их захватывают То есть, информационный вирус, так называемый То есть, вот есть такая информационная гигиена, ментальная гигиена То есть, тоже надо понимать, что же уши слышат Даже когда ты неосознан, в каком-то неосознанном состоянии Например, сейчас в городах Стоишь на остановке, обязательно какой-то громкоговоритель Какую-то рекламу, например, там додает Или еще какие-то там различные высказывания А люди, например, на это внимание не обращают Конечно же, они Со временем у них это накапливается И потом какой-то выход в некотором поведенческом таком ключе выходит А потом всплывает это все, да? Да Накопленное Сначала из кого-то это вывалилось А потом где-то всплыло И пахнет нехорошо Ну ладно, хорошо Значит, хотя чего хорошего Конечно, нехорошо Но хорошо, что мы продолжаем в этом говорить Давай теперь начнем разбираться Итак, первый пункт у нас заявлен Как из мальчика воспитать мужчину Когда и как начать Философствовать будем? Ну, чисто практическая, может быть, философия То есть, раз мы начинаем с этого момента То надо начать, конечно же Как минимум с зачатия Да, то есть, с момента, как вот Супруги То есть, начать надо с себя в данном случае Ну, в данном случае с себя И со своей супруги Вот они После всех церемоний, так сказать Стали уже официальными Лицами друг для друга То есть, мужем и женой И вот Наконец-то они думали о ребенке То в таком случае, естественно Нужно К этому подготовиться Мы на этом не будем Наверное, заострять очень сильно Внимание очень много было сказано Ну, вообще, постоянно, да, говорится Что различные подготовительные Нужны какие-то моменты И так далее, и так далее Вот Ну, и В зачатии вот В основном распространена мысль Что вот Надо обязательно зачинать Например, ночью или вечером Я вот думаю, что Напротив, если у нас Солнечный культ Да, то зачатие, конечно же Должно происходить утром То есть, это вот На мой взгляд Самый природный процесс Стесняться этого не надо Да, и должно это все Естественно проходить Да, так оно естественно И происходит То есть, утром Самое время И мужчины, и женщины Это по-своему, как говорится Ощущают И надо этим воспользоваться И солнышко встало Или вот-вот встает Да То есть, ну, все на это указывает В хорошем настроении Отдохнувшие Да, в хорошем настроении Там Выспались И, понятно С хорошими мыслями Самое главное дело Дела в жизни делаются с утра С утра То есть, самое главное дело Надо делать с утра А не в конце вечера Когда уже все не уставшие Ну, что это за дело Это тоже не дело А когда человек уставший Он, естественно И свое вот это состояние Он тоже передает Как некую Тоже матрицу свою То есть, либо ты проснувшийся Полон сил В хорошем настроении Либо, наоборот, уставший После работы, к примеру Или после какого-то Вообще тяжелого дня Какие-то, может быть, мысли посторонние Засили в голове И на этом фоне Поэтому-то я не понимаю Когда даже на многих Даже вот наших Родных ресурсах Чуть ли не на какую-то Луну рекомендуют Это все делать То есть, я считаю Что это вообще На солнышко надо делать Вот это важный очень момент Ну, то, что надо Обязательно Умонастроение определенное Соблюдать Это, конечно же Тоже очевидно Также, я думаю Что Если супруг не обладает Какими-то особыми умениями То и пол Конечно, желательно Не загадывать То есть, ну вот Хотим чада Так сказать Ребенка А каким же образом Это все подойдет Нужно ли им Мальчик или девочку Это уже, конечно Им придет уже В определенном Каком-то ихнем Скажем так Ключе Как у них там На роду написано Вот Ну, также я вот еще Хотел заострить внимание Вот есть также Одно из мнений Что вот чада Это считается Что До полового созревания И мальчик, и девочка Это чада Вот есть такое мнение Я все-таки считаю Что чада Это пока Не видно пола То есть, когда ребенок Уже родился Он уже Становится не чадом Он уже становится Либо мальчиком Либо девочкой И вот здесь Очень важный момент То есть, когда Уже рождается мальчик Ну, в данном случае Раз мы говорим Как из мальчика Воспитать мужчину То есть, вот с самого начала Да, мы пошли То, когда рождается Уже ребенок Если мы видим Что это девочка Это уже отдельный разговор Это не сегодняшний Например, да Разговора сегодня У нас о мальчике Соответственно Если рождается мальчик То мы видим Что это мальчик И, соответственно С первого дня Уже надо относиться К нему Как к маленькому Маленькому мужчине Можно так Соответственно Надо исходить Из такого положения Вещей Даже вот Если все-таки Кто-то поступает На мой взгляд Не очень благоразумно И делает даже УЗИ Знает, что мальчик Или девочка Очень часто тоже Бывают ошибки И тем не менее Все равно надо Относиться Как к чаду К чаду То есть, без какого-то пола Также я думаю Что вот С первых же дней Как только мальчик родился Ну, конечно Он сперва неосознанный И не очень понимает Даже куда попал Надо обязательно Воспитывать уважение В первую очередь К женщинам Почему? Потому что Мужчина и женщина Они неотрывно Через всю свою жизнь Свои отношения Проносят И если так Мы вот посмотрим И глянемся вокруг То все пропитано Отношениями Между мужчиной и женщиной И Эти невидимые нити Они постоянно Находятся Во взаимодействиях И женщины Они Скажем так Тоже очень чувствительны К этому Ко всему И Поэтому Когда С первых дней К мальчику Уже прививается Уважение к женщинам То и женщины Они соответственно По-другому К мальчику Начинают относиться То есть Тут Обратная сторона Медали Постоянно срабатывает Ну так Также Важна Полноценная Семья То есть Если нет Образа Отца То Полноценного Мужчину Воспитать Ну Очень даже Затруднительно То есть Это все Уже Так называемые Мамсики Да Если Вот такое Слово Есть Если Уже Мальчик Таким Растет То Конечно То Что Его Зацепит Какой-то Например Потусторонний Образ Жизни Так Сказать Какой-то Патологический Это Уже Конечно Повышается Уже Вероятность Поэтому Обязательно Должен быть Образ Отца Полноценная Семья Это Очень Важно Конечно Ну Если Какие-то Взять Исключения Если Например Отца Нету По какой-то Причине То Какой-то Все равно Именно Образ Надо Дать В виде Может быть Тренера Или Какого-то Там Старшего Товарища Может быть Какого-то Учителя Школьного И так Далее То есть Этот Образ Обязательно Должен Мальчик Воспитываться Ну И Самый Интересный Такой Пункт Во всем Этому Это То Что Надо Только Воспитывать Личным Примером То Вот Эти Разговоры Разговоры Например Отец Поступает По одному А от Мальчика Требует Например Совсем Другого От своего Сына Или Как-то По-другому Исполнять Какие-то Обязанности А сам Эти Обязанности Выполнять Не так Как Он Декларирует Соответственно Это Все Бессмысленно Обязательно Должен Должен Личный Пример Ну И Через Это Воспитывая Себя И Мы Воспитываем Окружение В общем-то И Все Это Упирается В поговорку Что Только Личным Примером В общем Только Можно 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 Доказать Личным Примером Скажем Так Ну Также Хотелось Остановиться На Поощрениях Вот В наше Время Принято Как Вот Например Ребенок Что-то Сделал Хороший Мальчик Да Там Не важно Девочка Или Мальчик Ну Мальчик Про Мальчика Говорим Говорим Вот Вот Молодец И Вся Похвала Сводится К тому Что Говорят Молодец 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 А это Слово Оно Пустышка Это Слово Которое Не приводит Ни К К Глубокому Пониманию Ребенком То Что Происходит Когда Например Ребенок Я не знаю К примеру Помыл Посуду То Ему Например Объясняется Вот Ты Помыл Посуду Совершил Доброе Дело Помог Там Маме Освободится Она Успела Какие-то Другие Дела Сделать Это Оказал Помощь Тоже Помощник Семьи Тоже Ответственный Мальчик То есть Давай Уточни Не просто Похвалить Сказать Доброе Слово А Пояснить За что Похвалили Почему Он Молодец Что Из этого Следует Какой Поступок Вызвал Такую Похвалу Чтобы Ребенок Осознанно Понимал За что Его похвалили А не Просто Да Это Последствия Его поступка Как они Распространяются На окружающих Чтобы он Видел Что он Тоже Ценный Член Общества И Какую-то Пользу Приносит И тут Можно Сравнить С тем Что Он Дает Медальки Например За Участие В войне И все Ну и что С этой Медалькой Делать Вот Например Такой Пример А вот Если Дали бы Например Квартиру И Медальку Или С первого Квартира Даже Потом Это уже Люди Уже Чувствовали Что Действительно Они Прошли Такое Испытание И они Не где-то Там Скажем На заваленьке Свою жизнь Доживают А О них Действительно Идет забота На уровне Именно Каких-то Жизненных Демографически Обусловленных Скажем так Ценностей То есть Ну надо Жилье Значит Жилье Если там Еще какие-то Другие Может быть Услуги Да Или может Средства Транспорта Значит Транспорт Ну так же Можно и здесь Переложить То есть Не просто Молодец Да А именно Еще Объяснение И какая-то Помощь Вот В понимании Ребенка Как же Строятся Взаимоотношения И Как же Его конкретно Поступок Повлияет на Общество И конкретно На семью То есть Он помог И так далее Мама освободил Мама там В хорошем настроении Нашла время С ним поиграть Больше И так далее И так далее То есть Можно долго Обыгрывать Вот Поэтому Вот Если заканчивать Этот пункт То можно сказать Что самое главное Это конечно Мальчики Воспитывать Ответственность И уважение К женщине Решимость Очень важна Также еще Решимость То есть Мальчики Они в отличие От женщин Более решительные Конечно же Должны воспитываться И если Решимости Нету То и поступки Какие-то Соответственно Светлые Тяжело Ожидать От таких детей Вот И настраивать На великие дела Надо конечно С детства То есть Если например Мальчику говорят Ну вот там Ты вырастешь Я не знаю Кем будешь Я то полицейским Буду То охранником То пожарником То еще кем-нибудь То пожарным Наоборот У ребенка В голове каша А когда ему Сразу выдается Вектор Например Какое-то То есть Какое-то Великое дело Что ты будешь Великим Каким-то Деятелем Каким-то Великим Например Ученым Или Каким-то Еще великим Человеком Что у тебя Особенная Судьба Мы тебя К этому Готовим Соответственно Ребенок И сразу Будет На этой Платформе Находиться Он сразу Будет Это воспринимать Как вот За чистую монету Потому что Все что ему Говорят Он так Это и воспринимает Это вот Закон Скажем так Первичной информации То есть Какая первая информация Поступает в мозг То она и считается Приоритетной Кстати То есть Даже если Проводили Даже такие Эксперименты Неоднократно Тоже Вот Я думаю Что многие Слышали Или Может быть По интернету Читали Что Даже если Неправдоподобная Информация Предоставляется Людям А потом Правдоподобная То люди В любом случае Склонны верить Той информации Которая именно Первая поступила В сознание Вот так же и здесь Поэтому Мальчика Конечно Надо вот В этом плане Тоже обязательно Настраивать Именно на великие Дела с детства То есть Вот Ну В том числе Опять-таки Личным примером Ну Это как-то Похоже На варновость Когда Человек Воспитывается Рождается В семье Плотника И вот Как-то Его Больше Подтягивают Сначала В то ремесло Которым Папа Занимался И дедушка Занимался А дальше Ты уже Можешь Выбрать Когда Позрослеешь Что тебе Угодно Но сначала Тебе Пожалуйста В это Но ты Как-то Выше Немножко Подпрыгиваешь Нежели Чем Чем Просто Меркантильное Занятие Ты Как-то Даешь Такие Уже Наметки О том Что Давайте Коповы Что Посмотрим Каким-то Уже Не просто Мастером В какой-то Области О чем-то Таком Более Великом Ты говоришь Ну Великие дела Каждый же Родитель Тоже Согласно Даже Своей Варновости Если можно Варности Да Так выразиться Он Каждый Свои мысли Сам имеет То есть У кого-то Великие дела Это Одно Понимание У кого-то Великие дела Другое Понимание Поэтому Если Родители Как-то Хотят Для ребенка Сделать Такие условия Чтобы он Стал Более Продвинутый Чем Они Перешел Например На какую-то Другую Ступеньку Развития То Они Могут Его Подготовить Я думаю Что Это Все Зависит От Сознания Уже Самого Ребенка Когда Он Уже Подрастет Имеется Ввиду Какой Он Путь Выберет Если Родители Какую-то Платформу Могут Создать Конечно Он Способен Перешагнуть На Более Высокую Ступеньку Я думаю В этом И заключается Один из Смыслов Всего Что Происходит Наверное Да Если Брать Очень Древние Времена То Раньше Все Были Успешны То Такого Понимания Что Взялся За Дело Ничего Не Получилось Или Что-то Помешало Такого Понятия Не Было Коэффициент Полезного Действия Был 100% Что-то Ты Задумал Соответственно Ты Пошел Это Сделал Тебе В голову Не Может Прийти Что Это Что-то Не Получится Или Что-то Помешает За Какие-то Случайные Обстоятельства Подвернулись Случайно Что-то Случилось И Ничего Не Получилось Такой Это Был Нонсенс Это Парадокс Если Брать Мышление Древних Времен Это Парадокс Мышления Сейчас Наоборот Люди Думают Постоянно Строят Планы Им Нужны Целые Тренинги Семинаров Именно Как Ты Поставил Одну Мысль Себе Цель Так Ты Эту Цель Должен Достигнуть И Никуда С пути Не Свернуть Это Естественное Положение Вещей Было Раньше На Сегодняшний Момент Это Является Наоборот Чуть ли Не Супер Натренированным Каким Таким Умением Скажем Так Ну Также Мальчики Дальше Мы Идем По Линии Мальчики Также Очень Важно Воспитывать Отказ Второстепенного То Женщина Не Более Рассчитанно Например Если Сравнивать По Любому Воле Неволе Придется Сравнивать Они На Такие Опосредованные Более Жизненные Вопрос Ориентированные А Мужчины Они Более На Такие Узко Направленные Лучом Моменты Что такое Второстепенное То есть Человек Видит Цель И он К этой Цели Идет Все Второстепенное Что К этой Цели Не Ведет Или Водит От цели Он Должен Сторон Отойти Да Ну А как же Преодоление Препятствий Или Это тоже Преодоление Препятствий Ради Достижения Цели То есть Не Препятствия Как Это Как Мы На Горке Едем То Вверх То Вниз То Кочка Какая Она Потом Заканчивается Кочка А если Заранее Об этом Еще И видишь Эту Кочку Когда На 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 Езжаешь То Ты Уже По Другому Сгруппировался По Другому Себе Ведешь И нормально Дальше На Саночках Едешь Так И Здесь Видит Цель Четко Не Идти Не Растекаться По Древу Мыслями А Быть Сосредоточенным На Той Цели Которой Ты Движешься Да Можно Так Сказать Ну Вот Мысль Слово Дело Есть Такая Связка Подумал Сказал Сделал Мужчина Сказал Мужчина Сделал Ну Так Же Мужчина Должен Уметь Принимать Решение Очень Важный Момент Принял Решение И Этому Решению Обязательно Следовать Ну А у Женщин Например Другая Прерогатива У нее Средства Для Достижения Она Можно Сказать Как Средства Для Достижения Целей То Если Можно Так Образно Выразиться Мужчина Принимает Решение Женщина Обеспечивает Энергетический Толчок Мужчине В супружестве Но Также Еще Важно Умение Абстрагироваться От Влияния Женщины Потому Что Иногда Женщины Конечно Могут Мужчине Можут Затуманить Особенно В наше Время Когда На них Тоже Идет Определенное Конечно Живодействие Реклама Там То есть Мы знаем То же Самое Шопоголизм Так Называем Потреблятство Оно Больше Зацепило Женщин Конечно То есть Ну Не знаю В разы Наверное В разы Хотя Сейчас И до мужчин Уже Добрались Пытаются Там Напридумывать Различные Мужские Аксессуары Которые Мужчинам Совершенно Не нужны Ну Типа Тех Которые На картинке Изображены Да Да А ты Какой-то Женоненавистник Женщин Не слушать Делать Как надо Или Все-таки Слушать Надо Ну Я думаю Что Совет Да Любовь Должна Преобладать Но В целом Если Женщина Высказывает Какое-то Пожелание То Мужчина Должно Просто Его Конечно Профильтровать То есть Бывает Так Что Женщину В силу Свою Просто Опять-таки Типа То Что Она Женщина Она Более Эмоционально Более Подвержен Например Что-то Она Там Хочу Крикнула Пальчиком Показала Ну Может Это И Не надо Делать И Вот Тут И Начинается Такое Что Женщина Должна Довериться Опять-таки Мужчине Если Мужчина Говорит Нет Ну Значит Нет Хотя С другой Стороны Это Накладывает На Мужчина Тоже Определенные Обязательства Чтобы Прежде Чем Опять-таки В чем-то Отказать Или Наоборот С чем-то Согласиться Он Должен Подумать Какие-то Последствия Поведет Для Их Совместной Жизнедеятельности Потом Женщина Тебе Говорит А я Тебя Предупреждала Ты Не Послушала Вот Там Вот А Если Все Получилось Говорила Все Аниверсия Такие Хорошие Откуда Береза Такая Ну да Да Ну вот Также Надо Восстановить Цепочку Мужской Приемственности Поколений Тоже Очень Важно Почему Потому что Вот Я Например На себе Это не Очень Ощутил И Мне Даже Интересно Было Если Что-то Передавали Именно По Мужской Линии Какие-то Знания Или Какую-то Ценную Информацию Скажем Так Или Еще Что-то Обычно Такого Нет Что Именно Передается Какое-то Какое-то Знание По цепочке Или Просто Какая-то Ценная Информация Какие-то Может быть Ну Очень Важные Такие Зароки Как в жизни Себя Вести Может быть Некий Свод Каких-то Правил Скажем Так Какой-то Жизненный Кодекс Поведения То То Такое Тоже Очень Было Было Хорошо Восстановить Воссоздать Так Как Было Раньше И Что Мужская Преемственность Она Возродилась В этом Плане Тоже Но Также Вот Один из Пунктов Это Рискованные Решения Это Тоже Прерогатива Мужчины Женщины Рискованные Решения Конечно В целом Более Опасаются Принимать И В критических Ситуациях Ихний Мозг Конечно Может Дать Осечку Ну Так Если Все Это Упростить Конечно Женщине По большому Счету Не место На войне Передовой То есть Ну Где-то В тылу И так далее Где-то Чуть Подальше То есть Это Не очень Свойственно Женской Природе Скажем Так Ну Если Надо То Надо Но На самом Деле Это Не стоит Делать Конечно Женщине Ну Так же Пойдем Дальше Хорошо Пойдем Дальше Да С детства Ну То Что Касается Если Мы Немножечко Дальше Вот Зайдем Мужчины Создание Семьи Например Давайте Перейдем К следующему Пункту Следующий Пункт Наверное Многих Заинтересовал Это Как же Все-таки Выбирать Супругу Какие Критерии Ты здесь Привнесешь Ну Начнем Тоже Опять-таки Издалека Я Все-таки Поклонник Такого Решения Вопроса Что Родители Этого Мальчика Будущего Мужчины Они Конечно же Присматривают Ему Супругу Уже Скажем Так Ну Чуть ли Не С его Рождения Или Даже С его Рождения То есть Можно Присматриваться Может Еще Не родилась Соответственно Половинка Ну Где-то К 4-5 Годам К 6 Можно Присматриваться Уже И Как-то Строить Может Быть Какие-то Планы И Конечно же Это Не Говорит О том Что Не Надо Учитывать Те же Самых Будущих Супругов Интересы Может Они Друг Другу Не Нравятся В Каких-то Например Моментах И Надо Может Других Каких-то Знакомых Подбирать Чтобы Тот же Самый Мальчик Общался С Другими Девочками Но В целом Родители Они Более Умудрен Опытом И Видят Например Своего Ребенка Его Характер Его Отношение К жизни Его Какие-то Потребности Его Сильные Его Слабые Стороны И Соответственно Своем Окружении Они Могут Находить Соответствующих Ему На тот Момент Пока Еще Подружек Просто Девочек С Которыми Он И Просто Наблюдать С кем У Него Лучше Получается С кем У него Получается Не очень Хорошо То есть Не на самотек Пускать А именно Наблюдать И Как-то Подвигать Своего Ребенка Это Как-то Похоже Взяли Телка И Стоило Повели Нет Как Свободы Выбора Нет Божественного Промысла Это Первое А второе Ты так Сказал Лет 5-6 Пройдет Тогда Можно Присматриваться Ты выступаешь За то Чтобы Был Разрыв Между Мужчины Женщины В семейных Отношениях Чтобы Мужчина Быть постарше Ну Соответственно Конечно Это тоже Из природы Вещей Вытекает Почему Потому что У девочки Процесс Полового созревания У нее Раньше Начинается Примерно На 4-6 Лет Ну Примерно Соответственно Ей Нужен Мальчик Уже Постарше То есть Например Девочке Вот Исполнилось 15 лет А Мальчик 15 лет Он еще Не то же самое Что девочка В 15 лет Вот Если даже Посмотреть Внимательно На поведение На Внешние Признаки То девочка Она конечно Уже более Это понятно Но в 15 лет Никто замуж Никого не тянет Нет Я имею ввиду Что с момента Созревания Мальчик и девочка Они уже по-разному Выглядят То есть Девочка Она более Созревшая Скажем так Чем мальчик Если просто Как 15 лет Для примера Взять А девочки В принципе Смотрят А что будет С ней 18 А что с ней Будет 18 То есть 18 уже Сформировавшаяся Женщина Которая Может иметь Детей Единственное Что она Еще неопытная И так далее И так далее Ну а физиология Полностью сформирована Она Как говорится Давно уже Готова Для дедорождения А вот Опыт она неопытная Заверит уже От мамы От папы Почему она неопытная Почему она стала Невестой Да Конечно С этим словом Тоже много связано Кто как говорит Кто говорит Невеста Это Она то и невеста Что она еще Пока невеста А другие говорят Можно поиграть Этими словами Кто-то говорит Что Веста А другие говорят А вдруг говорит Да она все время Была невеста И так Ну да Ладно Не будем играть слова Ну хорошо Возвращаемся Мальчики В общем Желательно Чтобы папа Мама Следили за окружением Где-то Разброс 5-6 лет Был Чтобы подбирали Невест Уже вот такого Плана Где-то постарше А что Они как-то Должны с малолеста Друг друга Знать Знакомиться Как так вот Мальчик уже в школе Девочка еще дошкольница Они там уже Ходят за ручку Мальчик тоже В песочнице не играет Он уже в школе А девочка еще в песочнице Играет Ну Все это происходит Естественно Просто они Конечно пока еще Между ними большой разрыв возраста Им особо может быть И неинтересно Будет друг с другом Раньше и семьи Если брать просто Опыт Предыдущих поколений Семьи были большие То есть там же Можно сказать И с семьями дружили То есть если рядом живет То они все друг с другом Общаются По другу в гости ходят Ну и родители видят Кто с кем как Кто с кем как играет Даже просто Семьи Семьи ладят Если семьи ладят В целом Если У них какие-то Добрососедские отношения То и между детьми Конечно же Соответственно Будут такие же отношения Генерироваться И если появляются Например Какие-то уже Девочки в этих семьях А у той семьи мальчик Они начинают присматриваться И у мальчика Это вот такой же выбор Потому что детей много Вокруг Он тоже ориентируется Смотрит просто С кем интересно Ему играть В какие-то там Те же самые детские игры Там В папу, маму Там И так далее И так далее И родители наблюдают И делают Какие-то Определенные выводы И чем старше Становятся Эти дети Этого потока Скажем так Поколения Тем все больше И больше не Приглядываются И смотрят С кем же все-таки Мальчику интереснее Это так Если совсем глубоко Моценно подходить И запас времени Опять-таки большой И условно говоря Например До 22 До 23 лет Например То есть Время есть Убирать Я хочу уточнить У нас радиослушателей Мне интересно просто Вот вы себя школьниками Вспомните Средней школы Не младшей А так Средне-старшая Туда поближе Уже к старшей Вот девочки и мальчики Напишите Кто вам был интересен На кого обращали внимание На тех Кто сидел рядом С вами в классе Или все-таки Нас девочки Обращали внимание На тех Кто постарше В старших классах А мальчики Как На своих одноклассниц Или на тех Кто помладше Вот давайте Здесь так Просто обменяемся Своими воспоминаниями Чтобы как-то Картинку Нам так Более Подтвердить Или нарисовать Наверное Ну мы продолжаем Да Да Мы продолжаем пока Ну и все это Заканчивается Семейным советом То есть потом Когда уже Сватываться Сватываться Собираются То В любом случае Обе стороны уже знают Да Если вот Проговорить этот момент Что вот Сейчас подойдет Такой момент Что вот Будет Сватовство Ну и На семейном свете Конечно же Если например По какой-то причине Мальчик Например Да Ну в данном случае Если про мальчиков Идет речь про мужчину Отказывается Ну не могу Не хочу Ну не люба Она Я не думаю Что кто-то Его будет заставлять Но опять-таки Это тоже странная ситуация Если Обо всем этом Было известно Давно И родители были Дальновидны И к этому готовились И соответственно Давно уже было учтено Опять-таки Просто Опять-таки Поведенческая реакция Ребенка Например На ту девочку То есть Было все давно учтено И они видят Что просто Она ему нравится И эти отношения Просто дальше развивали То есть Это вот Как уход За цветами То есть За ними не ухаживать Непонятно Что из них Может какие-то Маленькие вырастут Такие страшненькие А если за ними ухаживать Они расцветут Во всей своей красе То есть Надо просто помогать И просто Создавать соответствующую атмосферу То есть Ну ничего придумывать Ну То что это все Должно быть по любви Это конечно же Очевидный такой момент Вот Поэтому мы идем дальше Да Есть такая реакция Есть конечно На мальчиков Которые на 3 На 2 года постарше А с одноклассниками Так Пошутить Похигекать Ну да Так Идем дальше Ну идем дальше То что касается Такой маленький блок Скажу Что Современного образования Да Если вот Ребенка опять-таки В школу отдавать Это тоже Именно мальчика Тоже откладывает Свой отпечаток Потому что сейчас В основном Женщины Преподаватели Они Имеют Как это известно Совсем другую методику Преподавания И это все Откладывается Конечно Тоже на мальчиках То есть Когда их постоянно Обучают женщины В учебных заведениях У них Женская психика Несколько Тоже формируется Перенимает Что тоже То есть Бывает так Неполная семья Тут еще в школе Женщины Да Да И Из мужчин Только трудовиков Из трудников 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 Пьяные Типа того Не надо Всех трудовиков Подаду к ребенку Хотя есть Ну да Это так Получается Такой образ Женская психика Вкладывается Женское поведение Образ Вкладывается А от мужчин Достается то Что Матерные слова И пьянь Да Либо алкаш Либо женщина И будет Либо алкаш А потом Смотрим на фотографии Вот этих Которых вокруг богатыря И думаем Откуда они взялись Да 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 Это так Ну и Можно переходить К следующему пункту Сохранение Контроля семени Путь Здоровью Долголетию Контроля Потомства Да Наверное Это очень важно Но надо Пояснить А зачем ты Вообще Программу Вставил Каким образом Наша Программа Мужское вырождение Связано с этим пунктом Ну вот Я заметил Что вот Эта тема Совершенно не освещается Особо нигде То есть Вот сколько я Например Слежу За какими-то Новыми статьями За какими-то Новыми Эфирами Роликами И так далее Ну вот Я особо не вижу Что бы на эту тему Говорили Вот Что я хочу сказать Мужчина Он Очень сильно Зависит От того Каким образом Он расходует Своё семя То есть Семя Это является Очень сильным Энергетическим Продуктом Тела Чтобы получить Ну примерно Одну каплю семени Организму Надо потратить Примерно Одну треть Своей Жизненной Энергии За день То есть Чтобы только Одну каплю Семени Создать Или примерно Это эквивалентно 250-300 Миллилитров крови Именно Вот в энергетическом Таком Пересчёте То есть И Это только Одна капля И соответственно Если мужчина Имеет Эякуляцию Ну пусть там Через день К примеру Да молодой Или там Каждый день То какой Огромный Огромный Энергетический Запасы Постоянно Он опустошает И это всё Складывается На то Что просто Мужчина Соответственно Быстрее Не побоюсь Такого слова Где-то Деградирует Где-то Начинает Уже медленнее Соображать Это отражается Уже И На том Что быстрее Стареет Организм И различные Заболевания И Мыслительный Процесс Очень медленно Протекает Потому что Потеря Семени Она Ведет С собой Очень Такие Широкие Можно сказать Последствия То есть Это Замедление Духовного Такого Самоосознания И Мужчина Становится Физически Слабее И Соответственно Срок жизни У него Уменьшается И Когда семя Если коснуться Такого момента Опять-таки Зачатие То семя Должно быть Выдержано Обязательно Если семя Ну Скажем так Вот Сегодня Будем Такое слово Использовать Саиде Тут было Супругов Саиде Сегодняшнее И Через день Решили Заводить Ребенка Семя Еще Очень Слабое Это Отразится Опять-таки И На том Какого Плана Будет Ребенок Какая Будет У него Психика Сильная Или Слабая Какое Тело Будет Сильное Или Слабое Потому Что Слабое Когда Семя Плодотворяет Женщину То Соответственно И На ребенке Это тоже Очень сильно Отражается Вот Поэтому Этот Возмед Очень важен Также Из него Вытекает Следующий Момент В нашем Обществе Как Принято Что Надо Обязательно Заботиться О Контрацепции Вот Тоже Один Из Немаловажных Моментов О Контрацепции И Обычно Об этом Заботится Женщина Таким Образом Он Употребляет Вот Эти Вот Зачаточные Те же Самые Таблетки Которые Очень Вредны Очень Вредны Для Женщины И К чему Хорошему Не Приводят Опять Таки Женщина Начинает Мужчина Постепенно Перевращаться За счет Гормональных Таблеток Если Все Упростить То Это Получается Приводит Все К тому Что Женщина Приобретает Мужские Различные Признаки Ну Либо Какими-то Другими Средствами Контрацепции Пользоваться Которые Тоже Не Очень Удобны К примеру Если Этого Момента Касаться А тут Мужчина Он Является Властелином В данном Случае Зачатия То есть Либо Он Уже Дает Жизнь Дает Семя Осознанно В какой-то Момент Своей Жизни Либо Мужчина Считает Что В этот Раз Например Надо Воздержаться И Семя Извержение Не Произойдет Для этого Существуют Определенные Кстати Техники Вот Есть Такой Автор Монтек Че Может Кто-нибудь Слышал Я Вкратце Просто Скажу Об этой Технике Но Именно Кто Захочет Ей Овладеть Например Он Может Обратиться К этому Автору Книги В сети Доступны Вот Так Вот Когда Мужчина Он Регуляцию Проводит Он Соответственно Подкладывает Такую Семью И В отношения Почему Потому Что Это Очень Сильно Ослабевает Мужчину Примерно 25-30% Жизненной Энергии За день Он Теряет Только Из-за того Что Он Потерял Семя Женщина Она Конечно От Семьизвержения Несколько Приобретает Но В Близлежащей Перспективе Скажем Так А вот В Долгосрочной Перспективе Она Очень Сильно Теряет Почему Потому Что Мужчина Станется Слабее Мужчина Соответственно Это Все Отражается Опять Таки На Взаимоотношениях Женщины И Все Это Идет По Несходящей Спирали То Ухудшаются Ухудшаются Отношения Мужчина Становится Более Скажем Так Просто Безвольным Если Так Упростить Стремиться К безволию Его Внутренние Вот Эти Все Параметры Поэтому Для Меня Это Очень Индивительно Почему В Современном Мире Особо Семеизвержение Это Два Разных Процесса Которые Надо Уметь Тоже Различать Человеческое Существо Вот Единственное Существо Скажем Так Если Брать И животных И человека То Только Человек В данном Случе Мужчина Он Может Настроить Свой Организм Так Что Семеизвержение И Оргазм Это Будут Различные Параметры Две Различные Процедуры Которые Можно Иногда Совместить А можно Иногда Например И Разделить И Опять Таки Вот Если Брать В целом Сексуальные Отношения То Что Хочет Сказать Это Опять Таки Инструмент Определенный Который Существует Между Мужчиной И Женщиной Если Мы Берем Просто Даже Физиологию Энергетические Параметры И От Того Как Супруги Воспользуются Именно Супруги Потому Что Мы Будем Только Воспользуются Именно Вот Этим Вот С этим Это Уже Зависит От Них Почему Потому Что Раз Человек Обладает Сознанием Разумом Раз Он Может Контролировать Многие Процессы Процессы Зачатия Процесс Семь Извержения Соответственно Может Контролировать И Процессы Энергетические И Когда Происходит Сойти Между Мужчиной И Женщиной Соответственно Они Даже Настраиваться На Определенные Энергетические Обмены Что Опять Таки Приводит Именно К духовному Еще Восхождении К духовному Совместному Совершенствованию То есть Мужчина И Женщина Они Другу Начинают Помогать Еще В Более Активном Таком Энергетическом Ключе Что Тоже Очень Важно И Когда Мужчина Именно Воздерживается От Семь Извержений Через Некоторое Время Он Обретает Очень Высокую Динамику Энергетическую Которую Очень Важно Поднимать Ну Если Так Углубляться В тонкости Вкратце Вот В этой Методике То Надо Поднимать По Позвоночнику И Накапливать Накапливать В голове Скажем Так Трансформировать Трансмутировать В голове Либо Опускать Это Туда Вниз Чуть Ниже Пупка На два Пальца Нижний Дянь Тянь Чудак Называют Либо Туда Эта Энергия Переводится Либо Если Брать Эту Методику В момент Саити То Мужчина Через Поцелуй Женщине Передает Скажем Так В обратку И И Идет Таким Кольцом Через Них То есть Поверху Через Рот А по Низу Через Половые Органы И Таким Образом Идет Энергетический Обмен Что Опять Так Очень Сильно Способствует Многим Процессам В супружестве И Настройке Энергетическом И Если Например Мужчина Или Женщина Даже Где-то Какой-то У них Спад Энергетический Или Какое-то Настроение Не Очень Хорошее То есть С помощью Таких Вещей Можно Даже Глубинные Какие-то Вопросы Решать Именно Связанные Даже С теми Психологическими Какими-то Проблемами В общем Это такое Средство Которое Нельзя Рассматривать Только С точки Зрения Например Наслаждения Какого-то Или Зачатия Это еще Определенные Энергетические Процессы Которые Происходят Постоянно Просто Мы их Не Осознаем И В связи С тем Что Мужчина Сильно Ослабленный Постоянно На севших Батарейках Он Не Ощущает Вот Этого Потока Который Можно Просто Закольцевать И Будет Обмен Энергиями То есть Идет Постоянно Неравный Обмен То есть Мужчина Отдает Практически Ничего Не Получает Женщина Получает Ну И Практически Если Что-то Отдает Мужчина Это Не Воспринимает Разговор Глухов Со Слепым С Показом Какой-то Панорамы То есть Они Друг друга Не Понимают Опять Таки И Все Это Со Временем Опять Таки Накапливается И В отношениях То есть Все Таки Супружеские Отношения Именно Близкие Они Тоже И Большую Роль Играют Поэтому Вот В этом Вопросе Тоже Надо Разбираться Для Чего Именно Человеку Даны Именно Отношения Такие Близкие Видимо Для того Чтобы В нем Разбудились Духовные Какие-то Параметры И Произошло Какой-то Прорыв И нам Этот прорыв Просто Может быть Не дают Делать Именно То Что Просто Мужчина Забыл Что Это Надо Различать Семя Извержение И Оргазм Ну Как Это Подробно Делать Я Тоже Как Я Отсылаю Вон Так Че Хорошо Давай Сейчас Озвучу Девушки Мы Выслышали Ответ Еще Два Человека Молодых Написали Я на Одноклассницу Смотрел Что там На младшего Смотреть Дальше К Однокласснице Симпатию Испытывал Более всего Конечно же И В юношеском Возрасте Однозначно К Одноклассницам Симпатия То есть Мы видим Что Девушки Все-таки Проявляют Интерес К тем Кто постарше Два-три Года А юноши Проявляют Интерес Ну Как минимум К однокласснице Своим Больше Хорошо Продолжай Дальше Ну Теперь Немаловажный Момент Дальше У Возрастлений Уже Когда мальчик Становится Подростком Юношей Тоже Немаловажный Момент Естественно У него Начинаются Предельные Переживания Уже Где-то Сексуальное Возбуждение Перехлёстывая Через краю Что ему В таком случае Делать Современного Общества Что предлагает Вот Есть такая Штука Маструбация Маструбация Иди Значит Сделайте Все дела И будет тебе Хорошо И все нормально И вот Такая культура Прививается Чуть ли не С детства В некоторых Странах Как мы знаем Но я считаю Что в корне Неверно Почему Потому что Это уже Такой Деградационный Процесс Который Действительно Просто Заземляет Весь мужской Потенциал И просто На них Сводит В общем Мужскую Мужскую Эту вот Именно энергетику Которую Нужно накапливать А если Мальчика С детства Еще Как только Он начал Всем этим Интересоваться Если его Воспитывать В этом ключе Что есть Определенная Методика Именно Сбрасывание Вот этого Давления Сексуального Напряжения С помощью Поднятия Этой энергии Через Копчик Так если Останавливаться Поподробнее То есть Через Копчиковую Мышцу Идет То есть Она сжимается Как помпа Ее надо Научиться Чувствовать И Значит Научить Этому Упражнению Того же Самого Подростка Чтобы он Просто У себя Вот это Напряжение Которое Сильнейшее Сексуальное Чтобы он Просто Его безболезненно Переводил Именно В энергию Уже Созидательную Духовную В ментальную Где-то Энергию То есть В энергию Разума Чтобы уже Как говорится Нигде ему Не давило А ему Предлагается Другое Просто взять И сбросить Ее просто В никуда Что опять-таки Очень пагубно Влияет На все И приводит В общем-то Приводит К деградации Почему Потому что У нас Постоянно Нас Подводят И учат Тому Что Где-то 25% Мы Своей Жизненной Энергией Постоянно Теряли Со всех сторон Когда потихонечку Потихонечку То еда То вода То воздух То еще Мужчина Постоянно Семья Теряет Даже Большой Энергетический Потенциал Конечно Это все Приводит К тому Как же Нам Остановить Мужское Вырождение Поэтому С помощью Такой Методики Можно Выходить Из положения И ни в коем случае Не советовать Тем же самым Подросткам Или наоборот Им давать Другую информацию Что Когда Ты не справляешься С какими-то Своими чувствами И у тебя Например Какое-то Скажем так Уже сильное желание И ты не можешь С ним совладать То есть Притерная методика Которая Переводит Это все Потенциалы И ты успокаиваешься У тебя нет Вот этого Внутреннего Перенапряжения Вот Так что Такому тоже Надо Конечно Обязательно Мальчика Обучать Очень Важный момент Так Ну вот Мы идем дальше Так Что-то у нас Дальше написано Дальше у нас Какое семя Такое племя Да Ну вот Несколько пунктов Сейчас еще Пройдемся Ну Так Давайте перейдем Какое семя Такое племя Следующим Ну Заодно Что-то будем захватывать Из предыдущего Да Да Ну я думаю Что Как я вот уже говорил Я просто еще раз Пройдусь Минимум Минимум надо 42 дня Мужчине Воздержаться Перед зачатием То есть вот Даже если Мужчина владеет Вернее Даже если он не владеет Системой Сдерживания семени То Мужчине Надо обязательно Найти возможность Как минимум 40-42 дня Воздержаться От Любых Сексуальных Отношений Со своей будущей Супругой С какой целью Чтобы семя Созрело То есть семя Обязательно Должно созреть Если семя Оно не созревшее Если Те же самые Сперматозоиды Которые находятся В семени Они слабы И энергетически И просто физически То они И соответствующее Потомство Опять-таки Произведут Возможно Неполноценное Где-то Чуть-чуть Поэтому Очень важно Именно Воздержание Осуществлять Вот именно В таком режиме Ну минимум 40 дней Ну так же Если брать Вот этого автора Просто других авторов Я особых не находил Монтек Че Да Особо никто Не пишет об этом Он пишет наоборот Он говорит Что надо А наоборот Сперва Семя потерять И через день-два Уже с супругой Зачинать ребенка Ну то есть Я вот с этим Тоже не согласен Зачем Такое сильно Сильное такое Семя терять Ты уж как-то Это Разберись Согласен ты с ним Или не согласен Нет Я же говорю Я не согласен Тут я согласен Тут не согласен А на это Есть определенная логика То есть Если семя сильное Ну зачем же Его тогда терять Чтобы потом Слабое Женщине дать Если так разбираться Но ведь У сперматозоида Есть определенный Срок жизни Жизнедеятельности И если Сорок два дня Что там от него Остается Ну нет Это если просто Это если просто Именно Мужчина ведет Жизнедеятельность Такую Неодухотворенную Скажем так И никакие упражнения Или какие-то Духовные практики Не проводит А если он постоянно Проводит определенные Духовные практики И постоянно ведет Прокачивание Вот этой системы Через копчик Через позвоночник Вверх То у него И семя Оно постоянно Насыщенное Остается То есть Сперматозоиды Дольше начинают жить Вот Они И накапливают силу То есть Также можно сравнить Созревшим плодом То есть плоды Если они На хорошей земле На хорошей В хорошей Какой-то местности То конечно же Они более наливные Более сильные становятся Так же и здесь Они Они Где-то в районе 40 дней Должны вызревать Вот Ну По крайней мере Это все вытекает Вот из таких процессов Энергетических Ну Если дальше следовать Вот Какой семя Такое племя То надо обязательно Выбирать И женщины Себе ровню То есть Из одной Варны Да Если таким языком Выражаться Из одной Варновой системы Почему Потому что Если Женщина Или мужчина Они с разного Уровня развития То конечно же Это будут Определенные Очень долгие Притирания Между ними Происходить Это похоже Как вот На два На два таких Необтесных Да Можно камня Вот Стретились Необтесных камней И вот Они пока Там Друг другу Притрутся Пока Они такими Акатышами Не станут Вот И конечно же Это надо Все это Свести к минимуму Чтобы Как меньше Как можно меньше Трени Все-таки Было В жизни Поэтому Надо выбирать Естественно Из равного Какого-то Окружения Чтоб трение У них было Только в нужном месте Да В нужное время Все остальное Тренинг нам не нужно На него силы не тратим Да Так же Так же Так же Надо выбирать Из родного Народа То есть Какому Человек Себя относит Мужчина относит Если мы говорим Про мужчину Какому он Себя относит Народу Из такого народа Конечно же Супругой надо выбирать Это тоже Очень важный момент Вот Сейчас Очень много Об этом Тоже Разговоров И я думаю Что Если идеально Если На сегодняшний день Даже как-то Вот идеально Эту тему Рассуждать Как же Все-таки Поступить То конечно же Надо Даже если Сам мужчина Или Пусть даже Женщина Любой человек Если он Даже имеет Например Несколько В себе В своей круге Различных Народностей Да Народов То ему Надо Просто Внутри Внутри Себя Определиться Кем он Себя Ощущает Какой Какому Народу Себя Причисляет Какой Культуре И уже Определиться И действовать Исходя Из этого Уже Решения И Соответственно Соблюдать Какие-то Традиции Порядки Иконы И так Далее Ты Часто Не расист Это Против Смешения Ты выступаешь Или Как Какие у тебя Основания Ну Это Генетика Сейчас тебе Тут Пришьют Какую-нибудь Статейку Скажут Ага Пришел Тут Начинаешь Всех Истину Сбивать Мы только Цивилизацию Строим А ты Тут Начинаешь Говорить Ну Что У нас Как говорится Плюрализм Мнений Можно же По-разному Размышлять Это Если Один Хочет Так Поступать Он Так Поступает Он Себе Супругу Ищет Среди Своего Родного Народа Если Кто-то Хочет Кто-то Из зоофилии Занимается Ладно А какие Преимущества Из того Что Надо выбирать Из своих Почему Взял бы Выбрал Кому Нравится Не обязательно Из своих В чем Плюсы Обоснуть Плюсы Да везде Плюсы Если даже Просто взять Бытовые Какие-то Вопросы Какие-то Вопросы Вероисповедания Они конечно же Все разные Разный Менталитет Разные Разные Подходы К различным Ситуациям То есть Одни Как Болгары Так Да А Весь Другой Мир По-другому Головой По-разному Машут Одинаково А смысл Разный Так же И здесь То есть Если Разные Народы Между Собой Например Имеют Какие-то Брачные Отношения На уровне Уже Как говорится Частных Лиц То это Все еще Приводит К тому Что Генетика Со временем Ослабляется То есть Опять-таки Как из мальчика Воспитать Мужчину Если все это Слабеет Слабеет То есть Это Получает Ущерб Оба Народа Разных Неважно Каких Даже То есть Тут Идет Именно Взаимно Идет Деградация Которая Приводит Постепенно К вырождению Обоих народов То есть Хотя Один народ Может конечно Превалировать Над другим Когда Случай смешения Но тем не менее Со временем Все равно В нем Деградационные Процессы Тоже Нарастают Из-за того Что Именно идет Постоянная Примеси Чужеродной Чужеродной Крови Поэтому На всех Уровнях Начинает Бытового На всем На всем Это отражается Абсолютно Поэтому Если Супруги Хотят Сконцентрироваться На других Каких-то Перспективах А не на том Разобраться По Уковому Богу Молиться Как говорится Да То Они Должны Конечно же Желательно Выбирать У своего Народа Я думаю Это Такая В общем-то Понятная Вечь На сегодняшний момент Людям Кто интересуется Такими Знаниями Скажем так Так Ну Что еще Хотелось бы Добавить Ну вот Давайте мы Перейдем В следующем Пункту Родовое Гнездо На земле Как символ Возрождения Мужчины Давай Ну вот Сегодня На сегодняшний День Если Взять Даже Ну вот Некоторое Время Я проживал Некоторое Время Назад Я проживал Например В квартире В городе И я Сравниваю Свои ощущения С тем Вот я сейчас Живу дома В доме Да Я жил В квартире И действительно Я вот наблюдаю Я прихожу домой Ну что там Ну телевизор Например Там интернет Ну что еще Ты можешь делать Ну особо делать Нечего Ну можешь выйти В гараж Например Ну это ты Куда ты выходишь Да Все дома Ну ты получается Ничем не занимаешься Ты только выходишь На улицу Там где-то пошел Денег заработал Пришел домой Там ну купил ты Что-нибудь там И думать Это покормить Утром То же самое Пошел делать Никак ты не развиваешься Вообще Такая скукота Ну где-то да Где-то да Ну я другой жизни Не знал И потом Когда я переехал На землю Собственно дом Я понял Что действительно Очень-очень Многие Очень-очень Много теряют Мужчины Которые Просто живут В квартире Они не знают Что же такое дом И потом Когда если они Приезжают на дом Они не знают Что же с этим домом делать Вот что самое интересное Может спалить Да Постепенно Постепенно Я вот Пришел Понял Как же Вести Домохозяйство То же самое И Вошел во вкус И вот на синий момент Я могу сказать Что действительно Вот Я себя не ощущаю Как это можно В квартире жить И у тебя Никакой внешней Деятельности нет Это природа Мужчины Кстати Такова Что у женщины У нее Более внутренняя Природа Например Если касаться Быта То есть Вот дом То что внутри дома Быть Приготовить Покушать Еще что-то То есть Она больше На это расположена А мужчина Он расположен К Внешним Таким Проявлением То есть Это Пойти Например Что-то сделать На улице И провести Какие-то работы Может что-то Там Отремонтировать Не знаю Там На сегодня Автомобиль Там Или Пойти Там Если так В идеальный момент Идеальный момент Брать То пошел Например В сад Там Какие-то работы Что-то провел То есть Это все Очень сильно Стимулирует Мужскую Эту энергию И Когда мужчина Просто он Замкнут На квартирном вопросе То он просто Зарабатывает Деньги И На этом В общем-то Ограничивается Нету Развития У него Руки Руки Ему некуда Приложить Молоток В руках Он никогда Не держал Да и нет У него Зачем Он позвонил К нему Пришли Куда-то Гвозик Убили И Все это Приводит К тому Что мужчина Он одомашливается Становит Таким ленивым Котиком Можно сказать Который Ничему Не приспособлен Если коснись Каких-то Серьезных Каких-то Может быть Катаклизмов Скажем так Или каких-то Серьезных Изменений Жизнедеятельности То он Просто не способен Ни себя Обеспечить Ни свою Семью Ни своих Детей Ни жену Хорошо Если просто Котик А то еще Иногда бывают Домашние котики Они кастрированные И случился Какой-то Катаклизм Катаклизм Для котов И тут он Ничего сделать Не может Ты здесь прав Да Да Так Ну и Вот из этого Истекает Такой момент Что Когда мужчина Находится На земле То и Соответственно Сама земля Она силу дает В каком плане Вот Когда мы Многие Наверное Может быть Слышали Что Все эти Многоэтажки Они же еще Как устроены Они устроены Таким образом Что Человек Во-первых Оторван от земли То есть Он не имеет Связи с земли Постоянно Ходит в обуви Ну где вот Например В городе Особо не разуешься И она ему Естественно Естественно Передает Многие Многие Моменты Очень важные Для жизнедеятельности Духовного Развития Это все Отсутствует Все эти удобства Так скажем Которые Есть на природе Они отсутствуют В городской Среде Ну Я уже не говорю Может тоже Многие знают Что плоские крыши Сейчас в основном Заметили Делают те же самые Плоские крыши То есть Плоские крыши Они тоже Очень сильно Заземляют То есть Ну все Все против Все против А когда на земле Человек находится Он соответственно Может уже И Особенно если Земли у него Прилична Тоже Самая Знаменитая Такая Любимая мысль Многими Иметь свой гектар То есть Когда этот гектар У тебя есть То соответственно Постепенно Постепенно И Желательно Конечно Ты не один вокруг То есть У тебя Некое сообщество Есть Это все Тоже Очень сильно Влияет Именно на Мужское Такое Самоосознание Почему Потому что Один в поле Конечно же Не воин Что бы там Не говорили То есть Вот Даже я по себе Знаю Что ты Например Делаю по хозяйству Ну либо я один Либо нас двое Или трое То есть Например Там Какой-нибудь Навес сделать К примеру Это Ну одному Как Это туда-сюда бегаешь Туда-сюда бегаешь Толку мало Кто-то один Еще один Пришел И уже сразу В 3-4 раза В 5 раз Быстрее дело Пошло Вот Поэтому Очень важно Еще Мужчинам Уметь Создавать Именно Взаимоотношения Это Это тоже Очень важно Потому что Сегодняшний Ритм Он такой Что он И мужчин Разъединять Начинает Тоже Очень важный Момент Хотелось бы На нем Остановиться Да Ты очень хорошо Хочешь Смотреться на этом моменте Почему Потому что Мы уже говорили Про влияние Женского Воспитания Женской психологии На формирование Мальчиков В дальнейшем Жизнь Мужчин И вот Тут мы подходим К такому моменту Ты про Гектар Сказал Очень часто Люди Начитавшись Каких-то Очень интересных И позитивных Книг Приобретают Себе Гектар Туда приезжают И тут Их мужественность Заканчивается Они начинают ждать Когда бурундучки Им орешки принесут Когда там Белочки Закопают Кедра вырастут Или что-то там еще Капуста Что-то колосится И так далее Там подобное То есть Забывают Что наоборот Бурундучки Они орешки растаскивают И белочки Припрятывают В других местах Капуста Она не колосится Вот И это да Это момент такой То есть На землю надо ехать Тогда когда человек Понимает Что с этой землей делать А не просто Сидеть песни Под гитару Петь И кричать Как все здорово И в конечном итоге Под Новый год Там ищут их Под снегом Замерзшие Такие подснежники Вот Это первое Второе Что Мужчины сейчас Многие К сожалению Ну не мужчины Те кто еще Мужчинами не родился В смысле Уже вроде родился человек Там лет 18-20 Может там по 30 А он еще мужиком Не стал Вот про таких Я имею ввиду Они приходят домой Вот эту вот Свою Клетку такую Железобетонную И Включают телевизор И они начинают смотреть То что смотрит У них жена Как правило А жены Сейчас любят смотреть Дом-2 Прочие Сток-шоу И так далее Там ругань Мат Перемат Кто там Кого куда послал Кто сколько раз С кем И так далее И вот Тут наверное Тоже надо сказать Что это очень Серьезно влияет На формирование И мужчины И женщины И женских отношений То есть семейных отношений Ну да Конечно Это тоже Все очень сильно влияет Но вот Мне хотелось бы все равно Вот остановиться Еще на этой теме дальше По какому поводу То что Вот Когда Мужчина осознает Что ему надо Как-то его жизнь менять То Очень важно Именно найти единомышленников Почему Потому что Мужское самоосознание Оно В единственном числе Очень 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 Трудно ему возродиться Скажем так То есть Нужно Нужно Какое-то крепкое плечо Нужна Какая-то Какая-то Сообщность Какие-то Единомышленники И Очень Этот момент Опять-таки Переселение Переезде на землю Очень Очень сильно Надо учитывать Почему Потому что Можно столкнуться с тем Что просто Ты купил Например Где-то дом Или тот же самый Гектар Выдали тебе Или ты его купил И все И ты там застрял И семью подвел И сам Оказался в таком положении Что Зачем ты переехал И сам уже этому не рад Вот Поэтому надо Конечно Брать Все эти То есть Надо кусать Кусок тот Который ты можешь Проглотить Как говорится Если ты этот кусок Проглотить не можешь То его откусывать Конечно же Не надо Также Вот Хотелось бы Поговорить По поводу Того Как Именно Как переезжать То есть Прежде чем Переезжать на землю Надо конечно Задумываться Задуматься О том В какую Именно местность Надо переезжать Почему Потому что Если Это местность Какая-то далекая То есть Родственные связи С другими Какими-то предками Не тоже могут рваться То есть Об этом тоже Надо задумываться Желательно Вот эту цепочку Преемственности Не разрушать Особенно Если детей Например Нету еще А молодожены Куда-то переехали А Например Их не родители Остались в другом городе Туда цепочка Преемственности Тоже рвется Особо сейчас Не наездишься То есть Постоянно Кто-то занят Например Старики Они там Уже не очень Себя хорошо чувствуют Молодожен Там не до этого И происходит Разрыв поколений Вот Это тоже Очень важный момент Тоже Его надо учитывать Ну вот И можно Идти дальше Факторы Унятения Мужского духа В современном мире Вот Это Конечно Тоже Такая Интересная Тема Вот Я например Когда бываю В городе Я заметил Что вот Реклама Это просто Какой-то бич Сегодняшнего Города И вообще Всех городов Современных Визуально Постоянно Отвлекающиеся Например От той же самой Дороги Казалось бы Дорога Место Повышенной опасности Да А люди Едут И постоянно Отвлекаются На какие-то Мелькающие рекламы Очень часто Там Те же самые Полуобнаженные Женщины Например Мелькают То есть Смотрят на попы А не на стопы Да А потом Как ты в аварию попал Да 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 Вот И Давно Такой момент Уже доказано Что Когда Мужчина Постоянно В течение дня Вскользь Наблюдает Полуобнаженных Женщин Да С какими-то Может быть Такими Призывными Скажем так Одеждами Вызывающими Формами В призывных Одеждах Да У нее накапливается Вот это напряжение Которое Даже не осознается И потом Это все вытекает Во многие Заболевания В простате То же самое И так далее Во многие Заболевания И в конце концов Мужчина Может вообще Импотентом Стать Либо Какие-то Неврозы Могут Развиваться Мне хочется У женщин Спросить Когда Видишь Таких Женщин Я постоянно Ходяю Вижу Таких Женщин У меня Такое Желание Свербит Меня Я Наверное Не умею Своими Мозгами Управлять Свербит Подойдите Сказать Слушай А для чего Ты так Оделась Я Кстати Несколько раз Проводил Такой Эксперимент Ну вот Короткую Юбку Разрез У тебя Очень Глубокий Сверху И снизу Вот Нафуфыренно Намазался Для чего С какой целью Да это же Красиво Мне отвечают Я говорю Слушай Это некрасиво Ты не путай Есть красота Есть Вызывающее Развратное Сексуальное Поведение Или одежда Это разные вещи Вот когда Девушка Начинает Или женщина Понимать Это Что это Разные вещи Красота Она к сексуальности Может вообще Не иметь отношения И к развратности Тоже может Не иметь отношения И у них Произошла Подмена Понятий Когда им Сексуальность И развратность Сексуальную одежду И развратную одежду Подменяют Понятие На понятие Красиво Вот это Конечно Бич Это страшно И многие Женщины Себе Не дают Отчета Что они делают Они просто Этого Не понимают Не осознают И потом Вдруг И у женщин И у мужчин Начинаются серьезные проблемы О которых Ты вот немножечко Начал сейчас говорить Продолжай Да Я абсолютно согласен Что женщина Она не создает Какой она Огромный бред Причиняет Окружающим мужчинам А самое главное Что Когда она так Действительно одевается Я вот тоже Всегда задавался вопросом То есть Не есть красиво Это просто Как-то вызывающе Это просто Привлекает мужчину Как самца Да Все женщины Как-то так одеваются Но Она Наивно полагает Что это красиво Действительно А на самом деле Это просто Даже не побоюсь Такого слова Разврат Вот где-то так Даже может быть Именно Кстати Меня тоже Еще убивает Когда я вижу Горделиво Идущую парочку Молодого человека Одетого Так Не броско Но он С такой гордостью Смотрит На других Мужчин Что со мной Такая Красивая Девушка Такая вся Стройная Подтянутая Вот на таких Каблуках Вот с такими Вот наведенными Глазами Вот с такой Короткой юбкой Вот с такой Пышной Выглядывающей Грудью И он Прям такой Прям счастливый Но если просто Это девушка Из эскорта Слуг То есть Такая Проститутка Скрытая Это одно Понятно Он Всем решил Показать Своё благосостояние Что он Такую Сумел Купить А если Это люди Которые Пытаются Создать Семью Я В общем-то Впадаю В лёгкий Шок Переходящий В депрессию И непонимание Мама Зачем ты Меня сюда Родила Ну честно Просто я Не понимаю Этот Горделивый Самец Он Хвастается Тем Что все Остальные Другие Самцы Вот так Вот взглядами Её Прощупывают И все На неё Слюни свои Что ли Брызгывают Вот я Не могу Это понять Чему Он-то Радуется Ну ладно Она дурочка Она не понимает Что все Её уже Давно Поимели Да Вот просто Все Проходящие Алкаши И там Сифилитики И какие-то Неплохо Говорящие По-русски Люди Они все Уже Её Поимели Вот Глазами И представятся Возможности Они там Её По-другому Тоже Ну ладно Глупая В голове Но ты Мужчина Для кого Она оделась Она для тебя оделась Но ты же на неё не смотришь Ты идёшь рядом с ней Но у тебя же нет глаз Сзади Чтобы её рассмотреть У тебя как у краба Глаза вперёд Не вылезают Чтобы смотреть на себя Со стороны Нет Ты вроде идёшь Смотришь на всех Ты смотришь реакцию людей Другие смотрят её Другие её оценивают Ты её не оцениваешь Я понимаю Для тебя девушка оделась И вы проводите Там Возбудила тебя И вы проводите Незабываемое время В наслаждениях Там В ласках И всем остальным И это я могу понять И это я допускаю Я не ханжа Но когда девушка Выходит так И рядом с ней Такой недоумыш идёт И он гордится То, что с ним такая У него такая девушка Да не у тебя эта девушка Она уже у всех других Ты просто этого ещё не осознал И она идёт Хвастается своими достоинствами Перед всеми другими Ты для неё никто В этом случае Чему ты радуешься Недоумок Вот такие грубые слова Иногда у меня хотят Вырваться Но я себя сдерживаю Я работаю Да, и самое главное Мужчина сам себе Подкладывает Как говорится Свинью Почему? Потому что Когда женщина так одевается Содаются определённые Ситуации Когда начинают Какие-то мужчины Знакомиться Пытаться И они где-то же могут Уже быть в этом успешны То есть женщина Раз уже так она одевается Значит она тоже Какие-то свои мысли Или может намерения имеет И соответственно Это какая-то трещина Возможно В супружеских отношениях Почему? Потому что Если к женщине Какой-то другой мужчина Как говорится Подкатывает Такой ситуации То Именно для супружеских отношений Это ничем хорошим Может не закончиться Женщина может Там И мужчине изменить И какие-то отношения На стороне завозить Или просто даже Какие-то мысли Что опять-таки Это всё отразится На взаимоотношениях И на Опять-таки На всём И на будущем потомстве Это в том же самом Конечно У меня здесь пишут Лёша не заводись Это неправильно Да я не завожусь Я просто высказываю Те эмоции Которые иногда У людей Которые начинают думать О чём-то возникают И ещё Надо обратить внимание Если Женщина На сторону На улицу Одевается красивее Чем одевается Перед своим Так называемым Любимым человеком Это должно Любимого человека Насторожить Потому что Не перед ним Она хочет Показать все свои Достоинства А перед всеми Другими Мужик Тебе изменяют Ну ладно Давай дальше Да И тут тоже Важный момент Такой То есть Должна быть Именно у мужчины Быть развита Такая кнопка Свобода От влияния Женщины На значительное Расстояние И принимать Более Взвешенные Решения Вот Ну и по поводу Также одежды Хотелось добавить Что Это же ведёт Ещё такая одежда Она ведёт ещё К деградации То есть Сегодня Это юбка Завтра Это там Миниюбка Потом это штаны Потом это трусы Потом это Какой-нибудь Ну диски пляж А у мужчины Это какие-то штаны У которого Вот эта вот Промежность Там на коленях Болтается Бывают такие Сейчас штаны Моднючие Как говорится Пошли А ты знаешь Откуда эти штаны Пошли Не знаю Наверное С Америки Наверное Прямо Любая гадость К нам из Америки Ты угадал Я увидел Просто там В тюрьмах Просто поясню В некоторых тюрьмах Таким образом Спускали Приспускали штаны Те Кто имел Нестандартную Ориентацию То есть Они намекали на то Что мы готовы С вами познакомиться То есть Приспущенные штанишки Висящие вниз До колен Это говорит о том Что человек Определённой ориентации И он ждёт себе Напарника Который готов Сзади его оценить То есть Когда вы видите Вот таких идиотиков С такими штанишками Болтающимися Мотнёй Это такой В современном смысле Не старин Не подумайте Вот То в этом случае Просто понимайте Что это Или Те которые Прекрасно создают Что это такое Но тогда С ними Вам наверное Иметь дело Не стоит Или Дурачки Которые просто Не понимают Их в очередной раз Обманули Ну так же известно Что одежда Очень сильно влияет Так же на самоосознание Любого человека Если Даже 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 Сам покроет Сейчас Какая одежда Вся в обтягивающие То есть Далеко Хоть и не надо Личный пример Мы пошли Сыну покупать Трико Просто обычный Трико Ему для физкультуры Нету Нормального Трико То есть Они все Какие-то в обтяжку Мы на него смотрим Он будто бы На себя Челки натянул Это вообще Что-то такое Не очень Конечно Подходящая Такая одежда И она пережимает Очень сильно Травоток Например Известно Что те же самые Штаны С низкой Посадкой Они Постоянно Раздражают Вот Эта вот Область Ниже талии Которая приводит К различным нарушениям Мужским и женским То есть Это тоже Все очень Опасно Ну и Самоосознание Это не только штаны Те же самые Костюм офисный В них Только сидеть удобно В них Сколько я костюма Не одевал Мне в них Только сидеть удобно В них больше Ничего неудобно делать Только сидеть А мне даже Сидеть в них Неудобно Не знаю Мне как-то Некомфортно Это максимум Не знаю А знаешь Некоторые танцуют В этом деле Ну ладно Плохой Говорят танцор Что ли А что такое Да штаны у тебя Слишком узкие Ну ладно Давай дальше Ну здесь мы Плавно подходим К навязыванию Иных моделей Поведения То есть сейчас Многие СМИ Они транслируют Иные модели Поведения Вот тех самых Которые там Рядом с богатырем У нас в анонсе Изображены Да То есть вот Эти показы Ходят с каменными лицами Если даже Такой момент Этих брать Такие кирпичи Кирпичи ходячие Да В обтягивающих Штандах Такие Да Ну либо С какими-то Вот Какого-то Персонажа В рот Какую-то ему Расширитель Или что вставили Я так тоже Не понял То есть готов к Труду и обороне Понятно То есть вот И навязывание Этих моделей Поведения Которые К нам приходят Извне Этого тоже Надо очень сильно Опасаться Почему Потому что там Слышишь там 15 видов Брака Сейчас за рубежом Или там В Нидерландах Что-то 30 видов Бракосочетаний Начинаешь Про себя думать Это как они Так придумали Что 30 видов Брака У них может быть Что с кем Скрестить надо Чтобы такое Получилось То есть я даже Представить не могу Я себе вообще Слово брак Не совсем понимаю Честно Хорошее дело Браком не назовут В данном случае Именно брак Получается В русском языке Есть определение Которое многие забывают Когда глумятся Этим словом брак Брак от слова брать То есть когда мужчина Берет женщину Ну там как-то еще Можно понять Слово брак А когда например В современном языке Брачующие себе Подойдите пожалуйста Вот тут конечно Что два мужика Что ли Тут появились Которые друг другу берут Вот это вот Из тех как раз 15 способов О которых ты говоришь О которых ты говоришь Да ну и также пропаганда Пропаганда образа жизни Вот посредством Массовой информации Тоже очень Сильно отражается Как я вот уже сказал Ну именно на мальчике Почему потому что Если мы посмотрим То постоянно Современные даже Взять телепередачи Для какие-то Вот эти всякие Мыльные оперы Или какие-то Сериалы Там обычно мужчина Он выставляется Вот сегодня В каком-то таком свете Будто он глупый какой-то Если брать Эти мыльные оперы Будто бы у него И подкаблучник Вот и подкаблучник То есть он не принимает решения И ничего толком сказать не может Вот такое создается впечатление И когда такое тоже Такой образ Генерируется в пространстве То и мужчина Опускается тоже До такого же скотского состояния То есть ему Только нужны Какие-то такие Низменные удовольствия То есть просто Какие-то и сексуальные отношения Поиметь Поесть Там поспать Ну и в общем-то На этом все заканчивается Поэтому Гигиена Если как будто Весь круг зацикливать Гигиена Ума должна быть Гигиена обязательно Именно Того Того информационного потока Который в себя Человек внедряет И Соответственно Его обязательно фильтровать Если На сегодняшний момент Мужчина Он не в состоянии Фильтровать Информационный поток То Либо он просто От него вообще Отстраняется То есть Вот я вот наблюдаю Эту интуицию Многие говорят А я вообще сейчас Ничего читать не буду Ничего вообще не смотрю И компьютер там Что-нибудь Смотрю по компьютеру И какой-нибудь фильм Старый И все И больше ничего не делают То есть люди Многие сейчас отказываются Вообще от информации Не хотят никак воспринимать ее Либо Другой наоборот Другая крайность Начинает Только в компьютере Зависать Сегодняшние Вот эти вот игры Всякие вот эти танчики И так далее Сейчас многие мужчины Тоже на это подсели То есть Вот это Тоже определенный рычаг Разрушение мужчины Изнутри В современные Компьютерные игры Потому что Ну в основном По статистике Играют мужчины То есть К такому Именно больше Мужчины пристрастны То есть Настоящие мужчины Должны правильно По-настоящему Играть В игры О войне Там Танки Самолеты И так далее То есть Не быть мужчиной А Видимость мужчины Игра В мужчину Играть Играть в него Играть в него Играть в мужчину Да Играть в мужчину Но такие игры Кстати очень опасны И уход от реальности Он конечно чреват Тем что При кажущемся В большом количестве Каких-то Может быть знакомых В интернете Или в этой игре Человеку становится В частности Мужчина одинок То есть Ну что Он В один день Весь день Не просил перед компьютером Поиграл в какие-то танчики И От семьи он отдаляется То же самое И Женщины Как правило Недовольны конечно Что когда мужчины Зависают В играх Женщины Современно Очень недовольны Я так чувствую Ты сегодня Перейдешь к теме Что бы я сделал Если бы я был президентом Да Ну Это конечно Можно пофантазировать На эту тему Но Президенты тоже Не всесильные Тоже Ну Правильным президентом Да Хорошо Главой Руководителем Ну Если подводить Подводить черту Подводить черту Под всеми этими мыслями То Опять таки Мы приходим к тому Что мужчина Должен выйти И просто Вот из этого Матричного восприятия Вот из этой Круговерти Каким-то образом Осознать себя Можно даже где-то Вот Раньше существовали Кстати практики Когда мужчина Он уединялся Где-то То есть Женщинам Это не очень Прописывалось И не очень Было свойственно В целом Это больше прописывалось Мужчине Кстати известно Что Если Где-то На недавием остров Попадает женщина То она Через некоторое время Просто умирает От тоски Женщина Если в среднем Брать В среднем Я не говорю Про какие-то Может быть Отклонения Такие Что разные люди Бывают Очень сильно В целом В целом Женщина Она просто Умирает От тоски Она не в состоянии Просто одна прожить Просто именно Эмоционально В первую очередь А мужчина Когда он попадает На то же самое Необитаемый остров Он в состоянии В общем-то Хоть и тосковать Но всю жизнь В общем-то Прожить Какими-то вещами Заниматься То есть Робинзон Круза Такой Получается Такой Робинзон Круза Без пятницы Понятно Понятно Ладно Хорошо У нас есть вопросы Я думаю Что в вопросах Мы еще Вернемся К тому Что ты Озвучивал И вот Я думаю Что же нам Как-то Надо музыкальную Отбивочку Наверное Сделать Перед переходом К следующей части Думал Как же нам Так скрестить Чтобы с одной стороны Был и мужчина С другой стороны Чтобы и женщина Присутствовала То есть Этот образ И песня Была про любовь Вот долго Ломался голову В конечном итоге Придумал Что нам поставить Вот давайте 3 минуты 41 секунду Послушаем И может Так улыбнемся Вы слушаете Народное Славянское Радио Продолжаем Разговор Продолжаем Разговор На Народном Славянском Радио Напоминаю Что по одному Из современных Календарей 4 августа 2016 года Четверг По одному Сталина 34 день Месяца Получение Даров Природ 7500 Дальше Неделя Как остановить Мужское Вырождение Такова тема Сегодняшнего эфира Главный Сведущий Юрий Лодин Святорус Мы Заготовочки Все высказали Ну Наверное Не все Все Если выговариваете То это долго будет Но основные Скажем так И теперь Мы переходим К Следующей Нашей части Эфира Это ответы На вопросы Вопросы Напоминаю Принимаем В чате Народного Славянского Радио Заходите На сайт Славмир.орг Там ищите Слово Чат Нажимаете Если были Зарегистрированы Логин Пароль Вводите И все И можете Задать вопросы Переписываться С друзьями В общем-то Жить полноценной Жизнью А если еще Не зарегистрированы И не знаете Как это сделать Как на сайт Попасть То в любом Поисковике Наберите Народное Славянское Радио Попадете На сайт Славмир.орг Итак Варх написал А много ли Педров в Бразилии Не знаю Вот Олимпиада Начнется Нам всех покажут Ну а если серьезно То мы переходим К вопросам Которые уже Поступили Вопрос от Васильича Светарус Поясни пожалуйста Сколько должно Быть детей В семье В современном мире Ну если Смотря С какой Позиции Смотрите А с разных Посмотрим А с разных Ну давай Вот если например Один ребенок В семье Он конечно Растет эгоистом То есть два ребенка Они в постоянной Конкуренции Пребывают Три ребенка Они тоже друг другу Мешают Ну не очень хорошо Взаимодействуют И где-то вот Начиная от четырех И выше детей Уже дети Вырастают В такой атмосфере Что в общем-то И друг другу Не помогают И не эгоистичны И Между собой Могут поиграть И в то же время Никакой конкуренции У них нет То есть Если этот момент Брать Чтоб и для детей Хорошо было И семье было Хотя бы С каким-то минимум Минимальным количеством детей Ну В здравом смысле Ну это вот Четыре ребенка Это минимум Четыре и выше Четыре и выше Да Это вот где-то Такой параметр А там конечно Кто во что гораст Кто-то шестнадцать Можно Кто-то говорит Что надо девять иметь Поскольку это соответствует Определенным Каким-то древним Нашим понятиям Представлениям Кто-то говорит Надо иметь шестнадцать Поскольку это полный круг Другое дело Что многие Современные люди Не могут себе даже представить Что больше двух Можно иметь Что три Это уже многодетная семья А ты тут говоришь О девяти О шестнадцати Ну это опять-таки В городских условиях Ну как можно В квартире Там например Девять там Или восемь детей Даже я не представляю Сколько комнатная квартира Должна быть Это только с того До вечера Родители будут Туда-сюда Носить продукты Да ведро выносить Ну вот То есть Эвакуировать Отходы И приносить Новую Новую кормовую базу То есть Ну что это будет И все это Скучно Это получается На улицу выйти Это же целая канитель Это всем А собраться А бутсы Это надо И выйти на улицу Потом это всех загнать А на улице Сейчас Посмотри Везде вокруг Какие-то Какие-то постоянные Неприятности Сейчас Родители Например Даже детей Они Самостоятельно На улицу Даже не выпускают Обязательно Чтобы кто-то рядом Сидел Надо Сейчас многие Боятся Каких-то терактов Или еще чего-то И в каких-то условиях В ограниченном пространстве С тем Что их на улицу Не выпустишь Как можно Пятерых Например Воспитать Я даже не представляю Ты когда начал Ты когда начал Говорить Про эти каменные джунгли Про вот эти вот Клеточки Кличонки Где там Продукты приносят Уносят С ведрами И так далее То мне сразу В голову Такая ассоциация Пришла Как будто бы Я слушаю Не про человеческий род А про свинарник Где вот так Вот маленькие Эти клеточки Свиноматок Засунулись С детишками С своими рожденными И воспитывают их И кормят Только для одной цели На самом деле Какие-то ассоциации Такие в голову приходят Печальные ассоциации Ведь если человек Живет на земле То в этом случае Он себя в пространстве Особо-то не ограничивает Всегда рядом Вот вышел Вот тебе земля Всегда что-то здесь растет Всегда дети рядышком Но в то же время Не скучены Не ограничены Вот этими стенами Железобетонными Да и как-то Наверное И воздух другой И вода другая Но все по-другому А вот в эти коробки Загоняют Такое ощущение Что вот сделать именно Какой-то Как домашний скот Который бы Просто плодился Бы выполнял Какую-то Возложенную на него Нагрузку Работы Ну да Есть же такой эксперимент Что с крысами Их замкнутое пространство Поместили Вернее поместили Некоторое количество Не очень большое И они начали Плодиться Плодиться А пространство Было замкнуто И когда уже В определенную Критическую точку Население Прошло Крыс Они начали Друг друга Поедать Грызть Очень много Стало появляться Кстати Лиц Нетрадиционной Ориентации Додов Педров Всяких Людей Так что Только на природе А в городе Какого количества Я даже не знаю Ну Как статистика Говорит Два и один Сверх Одна десятая Чтобы вы не вымерли Так Поддерживайте Количество Нужного Домашнего скота Просто Ассоциация Опять Не могу От нее избавиться Прям страшная Ассоциация Дальше Вопрос Вопрос в эфир От Василия Светарус Поясни пожалуйста Как можно уберечь Ребенка От пагубного влияния Уличных Хулиганских Группировок На ребенка На ребенка Да интересно Ну Пагубного влияния На ребенка По другому Перефразирую Уличных Хулиганских Группировок То есть Вышел Ну Пацан Иди сюда Деньги есть А если на еду Ну Во-первых Да Ребенок Должен Раз он В такой Агрессивной Среде Живет Если уже Брать это За неизбежность То его Надо к этому Готовить К этой Агрессивной Среде Чтобы он Мог за себя Постоять Конечно же В мальчике Чету характера Тоже надо Прививать с детства Особенно Если Опять-таки Повторюсь В агрессивной Среде Живет В городской Так выходит Вот Ну Также Уметь Соблюдать Дистанцию С такими Людьми То есть Если Например Существует Такая Какая-то Группировка Там Или Какие-то Ребята Во дворе Которые Себя Таким Образив Позиционируют То Конечно же Надо Просто Дистанционироваться И Просто Соблюдать Определенные Уже Определенные Дистанции В отношениях Вот Вкратце Только так Я думаю И Личное Личное Участие Родители Конечно же Чтобы Они Присматривали Обучали Техники Безопасности Туда Не Ходи Сюда Ходи Вот Чтобы Знал Что Где-то Какие-то Опасные Может быть Есть Районы Или Какие-то Может быть Опасные Улицы Ну И Соответственно Тогда Объединяться Несколько Чтобы Ребят Ходили Вместе Если Так На То Пошло Только Так Других Вариантов Нету На Что Еще Надеется Да Мне Кажется Надо Просто Ребенка Воспитывать Как Мужчину Чтобы Он За себя Мог Постоять Это Первое А во-вторых Чтобы Он Не Лез В Все Такие Неприятные Ситуации Ведь Известно Что Человек Он Притягивается Те Ситуации Которые Сейчас Ему Необходимо Пройти Это Уже Хотите Верить Хотите Не Верить Мною Лично Это Проверено Проходить В тотом случае Она Не возит Никогда Ты Хоть Толпу Хулиганов Проходи А они К тебе Не Привяжутся Если Ты Так Существуешь Что Тебе Необходимо Понять Кто Такие Хулиганы И Как С ними Себя Вести Или Что Там По карме Еще Не Отработано В тотом случае Ты От них Хоть Бегай За Три Девять Земель Они Все равно Тебя Найдут Все равно Какой Мужчина Все-таки Он В первую очередь Когда Становится Мужчина Ему Эти Хулиганские Разборки Неинтересны Он их Побеждает Еще До того Как Начинает С ними Вступать Физическое Взаимодействие То есть Дух Война Воспитывайте Дух Война Чтобы он Был Воином Настоящим Борцом За свою Жизнь Мужчиной Активным Сильным Здоровым Здравомыслящим И так далее Все будет хорошо До встречи Следующий вопрос Васильевича Святорос Расскажи Пожалуйста Какую роль Может играть Современная Мать-одиночка Воспитании Мальчика В современном Обществе Печальный вопрос Ну Если Эта мать Здравомыслящая То она Должна Ну Если По какой-то Причине Вдруг Пропал Отец Мало Леся Мало И всякое Бывает В жизни Перед Ребенком И перед Мальчиком В том числе Как Мы уже говорили Надо Обязательно Чтобы Мать Подумала О том Чтобы Был Какой-то Пример Перед Глазами Возможно Конечно Идеальный Идеальный Вариант Это Когда Она Найдет Себе Подходящего Супруга Это Идеальный Варент Который Будет Отцом Этому Мальчику Если Такого Варианта Нет То Может Есть Какой-то Дядя Или Дедушка Например Который Жив Может В идеале Рядом Где-то Живет И Берет На себя Какие-то Функции Отца Если Такого Нет Значит Остается Просто Какие-то Действительно Тот же Самый Тренер Если Какую-то Записать Например Секцию Желательно Конечно Мужскую С каким-то Мужским С видом Спорта Тем же Самым С мужским Не Чтоб Он стал Спортсменом Просто Для Общего Развития И Тренер Какую-то Функцию На себя Конечно Тоже Будет Брать Ну Либо В Совсем Крайнем Случае Что Да У тебя Есть Отец Он Там Например Погиб Где-то На фронте Условно Говоря Или Еще Что-то Произошло Или Просто Он Умер По Какой-то Причине Или Еще Что-то Случилось Но Все равно Есть Какие-то Светлые Хорошие Черты У Мужчинного Отца И Есть О чем Например Может Сыну Сообщить Тогда Надо Обязательно Проводить Такие Беседы И Формировать Такой Хотя Образ Это Самый Такой Молодейственный Вариант Но Тем Не Менее Хотя Бы Делать Так То есть Надо Обязательно Находить Просто Какой-то Пример Для Мальчика Чтобы Он Обязательно Был окружен Мужским Вниманием И Мужским Каким-то Влиянием Такой Ответ Хороший Ответ Хотя На Каждый Чих Как Говорится Не Наздравствуешься На каждый Случай Не Насоветуешься Да Поэтому Здесь Надо Рассматривать Все Более Подробно Дальше Вопрос Эфира Владимир Азматич Светарус Поясни Пожалуйста Как Можно Уберечь Ребенка Социальных Сетей В которых Сидят Все Его Одноклассники Тоже Печальный Вопрос Да Печальный Вопрос Если Брать Вообще Окружение Или Брать Одноклассников Но Самое Лучшее Это Конечно Вот У нас Был Как Один Из Эфиров О Семейном Образовании То есть Если Возможно Огородить Ребенка От Обучения В сегодняшних Школах С помощью Семейного Образования Конечно Родители Должны Воспользоваться Этим Также Из Этого Вытекает Ну Хотя Раздельное Обучение То есть Раздельное Обучение Тоже Очень Важно Мальчиков Надо Обучать Отдельно Девочек А То Вышли Сели На Скамеечку В кружок И Смотрят Один Играет А Другие Смотрят Как Он Играет Вот Они Так Гуляют Сегодня То Это Более Затрудительное Такое Положение Это Только На Самоосознании То есть Пока Ребенок Еще Близок К родителям Пока Он Еще Маленький В нем Конечно Надо Формировать Такое Отношение Чтобы Он Умел Противостоять Насколько Он Вообще Состояние Таким Воздействием А Если Это Происходит Гронически То Хотя Быть От Себя Со Своей Стороны Из Дома Убрать Все Электронные Компоненты Как Говорится То Есть Всякие Гаджеты Компьютеры Планшеты И так Далее Телефоны То Это Все Вообще В лучшем Случа Два Часа В Неделю Разговаривать На Эту Тему Есть Сейчас Такие Школы Где Специально Детей Насильно Уже Лишают Ну Как Насильно Школы Где Нет Электронных Устройств Туда Детей Сдают Которые Подсели На Электронные Вот Эти Различные Устройства И Со Временем Дети Спрыгивают С Этого И Побысят Слово Наркотика И Постепенно Постепенно Возвращаются В обычный Реальный Мир Здесь Их Поджидает Что Опять В эту Среду Поэтому Самая Сильная Вещь Это Действительно Когда Родители Стремятся Найти Окружение Для своего Ребенка Может быть Даже Сменить Место Жительства И Может быть Даже Куда-то И Вне Города И Окружить Себя Теми Людями С которыми Не хотели Быть Дальше И Которые Тоже Понимают Что Электронные Устройства Очень Вредны Через Них Транслируется Программируется Вся детская Жизнь Здесь Надо еще Отметить Что Папа И Мама Они Являются Примерами Которые Непременно Ребенок Подхватит Если Папа Или Мама Сидят С этими Гаджетами Хорошее Слово С гаджетами И туда Лупятся И при этом Кричат Вася Петя Маша Не лезьте За компьютер Положите Планшет Выключите Ноутбук Это конечно Смотрится Анекдотично Как в Дом 2 Например Из той же серии То есть Дебилизм На высшем уровне Если же У папы С мамой В руках Эта дряни Нету Вот тогда И у ребенка Особо Не будет Ничего И все Разговоры Писки ребенка О том Ну вот Это Классники Все Это все Надо воспринимать Как некие Капризы И просто Занимать Ребенка Чем-либо Более Интересно То есть Занимайтесь С ребенком Занимайтесь На улице На свежем воздухе За настольными Играми Зачем угодно Перехватывайте Инициативу И будет вам счастье Да Так Дальше Идем Да Идем дальше Вопрос эфира Владимир Азматич Всегда раз Расскажи Про вас Какую роль Может играть Многочисленная семья Ведь ребенок Перестает вообще Слушаться Ибо много Точек Зрения И советов Многочисленная Семья Это имеется Ввиду Когда с бабушками С дедушками Видимо живут Да Я так понимаю По контексту вопроса А давай рассмотрим Два варианта Многочисленная семья Когда много детей Папа с мамой И много детей Бабушка с дедушкой Приходящие И вариант Когда один ребенок А остальное все Не приходящее А живущее рядом Ну если несколько поколений Живут Конечно это В целом Это благостно Но в нашем Современном мире Могут быть конечно Варианты Сегодняшнее время Такое Что вот Разрыв поколений Очень сильно Ощущается И общество На сегодняшний момент Очень неоднородно Если брать Например Какие-то другие Времена Скажем Пусть даже Далекие Ведические Общество было Более однородно У всех были Определенные Одинаковые Понятия О жизнеустройстве О том Как воспитывать Детей О том Как взаимодействовать Между собой И все Что Шло Гладко И было Только на руку Воспитание На сегодняшний момент Конечно могут быть Варианты Если В квартире Да еще В какой-нибудь Однокомнатной Или двухкомнатной Три поколения Живут там Бабушки Дедушки Папы Мамы Дети То Конечно Это Дурдом Это Как Те крысы Которые Перенаселение У них Произошло И они Уже Друг друга Начинают Поедать Вот Примерно Такая Ситуация Может Возникнуть И здесь Поэтому Жилое Пространство Играет Немаловажную Роль Если Так Рассуждать На эту Тему А По поводу Того Что Многочисленная Семья В плане Мир Восприятия Мировоззрения Тоже Оставляет Желает Лучшего Сегодня Какое У нас Такое Ускорение Времени Происходит Что Старое Например Поколение Воспитанное При каких-то Уже Советском Союзе То есть Имеет Определенную Например Какие-то Точки Зрения На какие-то Моменты А Сегодняшние Родители Они могут Иметь Совершенно Другие Опять-таки Могут Они Отличаться И в Худшую И лучшую Сторону Почему Потому что Смотря Какую Позицию Семья Заняла Если Путь Деградации То Даже Советские Ценности Они могут Превалировать В этом Случа Если Родители Они Ведут Образ Жизни Уже Более Духотворенные И стремятся К какому-то Совершенствованию И детей К этому Подтягивают То Старшее Поколение Наоборот Может Вступать Грузом И где-то Даже Мешать Ну Вот Такова Реальность Сегодняшняя Например Родители Жили Стать Вегетарианцами А бабушка Дедушка Без шашлычка Никак Например Бабушка Дедушка Говорят Ты что Откуда Откуда Сила Будет На тебе Рыбку На тебе Курочку Ты чего Вы не Папа с мамой Вы ехидны Ребенка Он Совсем Зголодал Травите А некоторые Мучаются Семья Не знаю Чем делать Да нет Это же Смех Сквозь слезы Ты что Ты посмотри На мое лицо Ну как я могу Ну да Вижу Ну факт в том Что очень много Препятствий существует Но если обладать Богоразумием То можно договориться Конечно же И с бабушками И с дедушками Опять таки Насколько они могут Это все осознать И принять Какие-то изменения В питании Например В том же самом Или в мировосприятии Это другой вопрос Ну а когда Многочисленная семья Один ребенок Это вообще Конечно Для ребенка Не очень хорошо Казалось бы Все Внимание Все ему Он обласканный Все ему Самое лучшее Как говорится То он вырастает Просто махровым Эгоистом Потом на всех Плюет И ноги Растирает Вот это тоже Надо опасаться Конечно Ну а самое лучшее Это конечно Когда Многочисленная семья Да еще с бабушками С дедушками Да и детей Много Да еще Они в большом доме Где-то живут На природе И большой у них Участок На делах земли Ну это самая идеальная Ситуация Конечно Поэтому Это самое лучшее Что может повлиять На ребенка И на того И на мальчика В том числе Это вот самое идеальное Ну вот в общем-то Так Вот Свет написал Сейчас мужчины Сами как дети Не то чтобы Еще чужих детей Воспитывали Страшная вещь Детская инфантильность Я прошу всех наших Радиослушателей Которые пытаются Задать вопрос В наш эфир Писать По следующей форме Сначала Вы пишите Пожалуйста В чате Что вопрос В эфир Потом Представляйтесь Например Дядя Вася Из Одессы Условно А потом Сам вопрос Потому что Если нет Фразы Вопрос в эфир То для меня Это просто Общение Между Друзьями Которые происходят В чате Я просто пропускаю Такие вопросы Так что Потом Не обижайтесь Так Дальше Дальше Слушай Какие печальные вопросы Идут Ну ладно Владимир Размотич Светару Скажи пожалуйста Как роль А ну это как раз Мы сейчас зачитали Думал Да по второму разу Думаю нет Уже не будем Вопрос в эфир от Васильевича Какую Как нужно Правильно Воспитывать девочку В современном обществе И уберечь ее От пагубных Влияний Негативных Явлений Общества Ну это Отдельная Большая тема Вообще Может быть Конечно Это может быть Отдельным эфиром Наверное Да Ну даже можно Отдельным эфиром Ну если вкратце Сказать то В общем то То же самое Что и про мальчика Только про Девочку Вот если Коротко То есть Но девочки Кстати они более Подвержены Влиянию Внешнему Они вот Более восприимчиво Более впитывают Информацию Сильнее Та же самая Реклама Она на кого больше На женщин больше Влияет Насколько им Представлю К пример Да одежды Насколько Внедрили мысль Что Вот эта Оголенность Стыдоба Она теперь Красота стала Вот это Вообще Уму непостижимо Поэтому Девочки В этом плане Женщина менее Чувствительна К такому Пониманию И подвержена Именно Вот влиянию Тех же самых СМИ Поэтому Она должна К мужчине Прислушиваться И вот Его советы Какие-то рекомендации Если он опять-таки Здравомыслящий В свою очередь Принимает Как за чистую монету Не обижаться Потому что он Не разрешает Ей например Какие-то Вещи одевать Или покупать Так что Вкратце так Ну а если Прямо расширенно Это можно Очень долго На эту тему Говорить Да Пагубные Влияния Негативных Явлений Общества Вот здесь Надо понять Что именно Под пагубными Влияниями Имелось ввиду Когда вопрос Василич задавал И негативные Явления На мой взгляд Женщины Поскольку Они притягивают Себе Именно Притягивают К себе Мужское внимание То в этом случае И многие проблемы У них из-за этого Притяжения Случаются с ними Поэтому Девочки Надо С малолетства На мой взгляд Об этом Рассказывать То есть Целомудрие В ней воспитывать Разъяснять ей Что такое Законы Рита Или Как-то Телегония По-современному Называется Что такое Нравственность Что такое Хозяйка дома Берегиня дома И так далее Если девочка Этим всем Будет увлечена С малолетства Если она Это все Воспримет То в этом случае Никакие Пагубные Влияния Негативные Общества На нее Пагубно влиять Не будут Мне так кажется Ну да Конечно Абсолютно Согласен Девочку надо Оберегать Просто больше Чем мальчик Вот в целом Это вот так Вот выглядит Аркуинон Вопрос в эфир Святорос рассказал Про выбор супруги Молодому поколению А как же быть Людям постарше Которым за 30 За 40 лет Ведь современная Жизнь разрушает Созданные семьи Разными способами Как-то Надо Продолжать Род Но без Женщин Это невозможно Да Ну Что скажешь Ну Я не совсем Понял акцент Но видимо Имеется ввиду Что просто Не было Ни супругов Или они разошлись Или что произошло Непонятно Да То есть просто В таком состоянии Оказался Например Человек Которому 30-40 лет Ну Если он чувствует Силы создать Семью Надо безусловно Создавать семью Искать Свою женщину Или там Своего мужчину Создавать семью И рожать детей Это самое лучшее Что может произойти Между мужчиной и женщиной Есть такое ведь Понятие Лучше поздно Чем никогда С другой стороны Что такое поздно Да Если человек Взялся за ум Если он Понял Кто он На этой земле Понял Для чего На этой земле И что делать То в этом случае Можно Исправив себя Создать ситуацию Когда будет И семья И дети И 30-40 лет Это не предел И 60 даже лет Это не предел Все зависит от того Что Есть человек Что он о себе Мыслит Что он знает Об этом мире И что он делает В этом мире Все остальное Это прилагательное Да Если человек Он Как говорится Чухался в 30-40 лет Ты понял Что он не в ту сторону Шел И не туда Долгое время Все в его силах Повернуть В обратную сторону Он может И здоровье Себе подправить И половинку Найти какую-то Подходящую И завести Семью И в общем-то И детей И опять-таки Тоже самое Организм очистить Чтобы дети Тоже здоровые были То есть 30-40 лет Это вообще Я считаю Ну если я не молодой Но вполне Такой нормальный Зрелый возраст Я не считаю Что это Какой-то закат Это только начало жизни Взрослая жизнь Только началась На пенсию перехожу Да Я только начинаю На пенсию Да Только жизнь начинается На пенсию перехожу А то что Семьи разрушают Разными способами Ну это Очевидное Такое Сегодняшнее явление Что на это Надо внимание Обращать Опять-таки Вот Противоестественное Поведение Несвойственное Мужчинам Или несвойственное Женщинам Противоположное Поведение Которое взято У противоположного Пола Конечно Это все Очень тоже Сильно разрушает Семью Потому что Как однополая семья Я даже не могу Представить Как она Семьей может быть Ты просто отстал На западе Это нормально Все там Все хорошо Там они не парятся С этими вопросами А ты какой-то Прям дремучий Ты из какой вообще Деревни Ты что Телевизор Не смотришь что ли Там в этом Все подробно Рассказывают Как создать Что надо сделать Каким надо быть Даже как усыновить Потом кого-то Все об этом Рассказывается Не переживай Вообще кошмар какой-то Да уж Вот я наговорил тут Ну ладно Хорошо Давай дальше Пляшем Прошу вопросы Все вопросы в чате Начинать С Фразы Вопрос В эфир Итак Сергей Прошу ответить Должен ли муж Прилагать усилия В духовном росте Своей жены Своей супруги Кстати А как правильно сказать Жена или супруга Да наверное И так и так правильно Когда Ну супруга Это более для внешнего Круга Потому что Ну как-то так Более уважительно Наверное что ли Супруга Для внешнего круга А жена Муж Это более для внутреннего Круга употребления Мне так кажется Ты знаешь Мне кажется Жена Это обозначение Того Кто может Кто имеет женское начало А мужчина Все-таки тот Который может Это женское начало Плодотворять Порождать Что-то там Зачинать что-то там Поэтому Муж и жена Или как Муж чина То есть Мужского чина Женчина Женского чина Это просто Вот обозначение Полов Грубо говоря А вот Супруг или супруга Это уже То что состоялось То что Она или он Уже находится В семейном союзе Это уже С указанием того Что это не просто Мужского пола Или женского пола Не просто муж чина Или женщина Это уже состоящее В семейном союзе Поэтому наверное Супруг супруга Более Корректно подходит В том случае Если мы говорим О семейном союзе Если просто Мужчина-женщина Ну тогда да Эй Гражданочка Можно еще так сказать Гражданин Вот примерно С той же серии На улице Встретили Или молодой человек Или девушка Баврач такая бабушка Лет 90 Да я вас слушаю Ну как-то вот так Ну хорошо Давай Должен ли муж Прилагать усилия В духовном росте Своей супруги Да в первую очередь Почему Потому что Мужчина по своей природе Это его как раз таки Свойства Его как раз таки Прерогатива То есть женщина Сама по себе Она То есть вот Видит на ближнем расстоянии И Разреботоченные цели Скажем так Неслижающие В широком диапазоне А мужчина Более далекие цели И более узким лучом Может их Скажем так Высматривать В своей жизни И соответственно Путеводной звездой В духовном росте В супружеской Скажем так Обязательно действиями И супруга Делай как я Посмотри на меня Делай как я Да И что же научат Вот я говорю Что же он там научат Своим примером Не совсем конечно Я имею ввиду Чтобы Именно В отношениях То есть вот Мужчина В отношениях Тоже должен задумываться Какой он пример подает Например В отношениях с женщиной Также Очень важно Вот Духовный рост Например Супруги Да Тоже это Каждый мужчина По-разному понимает Один этот Воспринимает Духовный рост Ну чуть ли там Не Чтобы действительно Женщина Например Разоделась И прошла с ним Да Вот как ты В случае описывал Там Все такие Обменинки Да Он может так Расценивать Расценивать этот рост А другой Может расценить Что она на голове Например Научилась стоять То есть Ну вот Кто во что Гораз Но в целом Мужчина Он Духовный рост Обеспечивает Именно тем Что он просто Выбирает Какие-то Определенные Жизненные цели Строит Определенный план А женщина Ему помогает Осуществлять Этот Определенный план Определенные шаги То есть Вот уже Такой Правая рука В этом плане Но опять-таки Мужчина Именно Поставил цель Но Самостоятельно Достигать Ему крайне трудно И если нет Жены рядом Супруги То Практически Недостижимо Ну опять-таки Как он может Например Потомство продлевать Без супруги Если дальше Углубиться Ага А как они будут Продлевать его Как кролики Или как-то Одухотворенные Например В определенное время В определенном месте И соответственно Только Мужчине Может быть Виднее Куда Куда именно Двигаться Семье Поэтому Такая Очевидная Вещь Что Я не думаю Что кто-то Будет спорить По этому поводу Света сразу Написала А супруга Да Конечно Дорогой Обязательно Все будет Как ты сказал Ты у меня Самый лучший Вот такие фантазии На свои слова Сразу Ну да Правильная реакция Хоть женщина Женщина это видит Она должна Ему В определенном Образе Мягко Дать Понять Что В том-то В том-то Я с тобой Не согласна Давай проведем С тобой Какой-то Супружеский Совет Такой Семейный совет И обсудим Что Если действия Ты совершишь Необдуманные То потом придется Нам всем За это отвечать То скалка у меня В этой руке Мужчина должен Конечно Пойти на встречу Прислушаться Сказать Ну хорошо Давай Проведем с тобой Семейный совет И там уже вместе Свет да любовь Нам поможет Решить любой вопрос Надо Не забывать Такую старую поговорку Что Мужчина Голова Голова в семье И многие обижаются А что ж такое Как же так Что же это Вот А если он там дурак А тут есть вторая часть Поговорки А женщина шея Женщина шея Куда шея повернет Туда мужик И смотрит Так что Не забывайте это Ладно Пляшем дальше Ага Миколаевич Вопрос эфир Как название книги Автора Мантек Чия Для украшения Желаний И подписался Дядя Вася Из Одессы Благодарю Это по примеру Как там я писал Это как книга называется Чтобы ему сказали Да Да Ну автор Мантек Чия Или кто-то Разные бывают Формы написания Некоторые Мантек Дзя Пишут Ну обычно Мантек Чия И называется Книга Вот мужская сексуальная энергия Пути метода ее совершенствования Ну есть еще Даоские секреты любви Для двоих И для женщины Тоже такая же Книга есть Как и для мужчины То есть Женское Духовное совершенствование И вот Женская сексуальная энергия Ну книжки тоже Очень интересные Я конечно рекомендовал Им ознакомиться Это тоже кстати кусочек знания Отколоты от нашего общего Ведического прошлого Который вот затерялся И к нам возвращается В таком Опоследованном виде Почему я так думаю Потому что действительно Вот Люди которые попробуют Эту систему Они понимают Что действительно Если касаться Именно вот этого аспекта Сукурузского взаимоотношения То мужчина сразу Почувствует эффект Если он научится Различать Семьезвержение И оргазм То он Огромное себе В общем-то Сделает Огромное Должение И Отразится Это опять-таки На отношениях Женщины И на построении Тех же самых целей Ну в общем На всех аспектах Потому что Энергетически Я нас очень сильно Ослабляю сейчас Тем что Просто прививается Вот такая культура Ну то есть Даже об этом Вообще нигде не говорится Вот то есть Я вот так оглядываюсь Там может быть Слышали Но никто вот так Например Несерьезно Не задумывался Не пробовал Не практикал Например Такую методику То есть Как-то это все Находится В каком-то Древлещем состоянии Вот У меня такая цель Как-то разбудить В людях Этот интерес И задуматься Ну а почему Это все совмещать надо И Для чего Общенужны Супружеские Именно такие Близкие отношения Не просто же И не только Для зачатия И не только Для развлечения Как другая сторона Отрицательная медаль А возможно Еще какие-то другие Есть Области применения Вот именно Использовать процессы Эти можно С другими же целями Не обязательно Только с этими двумя Вот скажем так Просто как развлечения Как некоторые Или просто Например Для зачатия детей То есть Может есть Еще какие-то Другие функции Просто Мы в этом Не задумывались То что Вкратце Вот так вот То есть Это какой-то Тоже Инструмент Просто Который Для нас Пока Далек Недоступен Но и информации Не очень много Короткое Подоследование Хорошо Все вопросы Мы озвучили с тобой Я предлагаю Нашим радиослушателям Как-то Самим в чате Написать Насколько Передача была Интересна И познавательна И нужно ли Продолжать Передачу В таком ключе Рассказывать О каких-то Подробностях Воспитания Ну в данном случае Мы сейчас Про мальчиков Поговорили Потом Наверное Поговорим О девочках Что-то Потом Наверное Надо будет Поговорить О семейных союзах О том Что происходит Как друг друга Воспитывают И может быть И не надо воспитывать Как друг на друга влиять А может быть И не надо влиять Кто же все-таки Там голова Кто шея Кто лодка Кто весла Да Об этом Наверное Надо поговорить И вот сейчас Я жду От наших радиослушателей В чате Такое Умозаключение Во-первых Понравилось Не понравилось Нужно продолжать Не нужно Какие темы рассмотреть О Безусловно Нужно Данил написал Ладно Хорошо Пока пишите А мы продолжаем Пока с Витарусом общаться Итак Тема На мой взгляд Раскрыта хорошо И можно Уже подходить К заключительной части Когда мы подводим Итог того Что сказано И после подведения Итога Уже Желаем всем добра И спокойненько Расходимся Воспитывать своих Мальчиков И девочек Кто-то И жены мужчин А вы пока Вы пока Тему предлагайте Ну а я пока могу Вот я еще Момент такой маленький Забыл сказать Вот про раздельное обучение Я сказал Коротко Еще вот те же самые Подгузники Это вот тоже Очень-очень плохо То есть вот Все раскрывать тему Не буду Но тоже задумайтесь Ну что же Это за мальчик Утрого все подогреты В смысле В смысле Про подгузники Какой марки Выбрать подгузники Или что Мальчик Мальчик когда маленький Воспитывается Да Ну и девочки тоже Ничего хорошего Сейчас очень модно Одевать подгузники Различных фирм Это все очень сильно Пагубно влияет На мужскую Идетородную функцию На яички И так далее То есть Приводит к тому Что мальчики Вырастают Во-первых С нетрадиционной Сексуальной ориентацией А во-вторых Мало то что У них ориентация Неправильная Так еще И та же самая Эрекция Будет постоянно Нарушена Почему Потому что Когда все там Подогрета То соответственно Уже функционирует Все не так Поэтому Те же самые подгузники Надо по-хорошему Вообще исключить То есть Тоже Останавливаться Не будем Очень много В сети информации Просто Кто впервые Слышит Задумайтесь Почитайте Посмотрите Ну хорошо Подгузники Исключили Чем заменить Сейчас Прежде чем Ты ответишь Я здесь Отвечу Что да Тема важна Хорошо Хорошо Все пишут Нужно продолжать Вы предложите Какую тему Нам в следующий раз Рассматривать Это первое И тут еще Жалоба Что появился Очень поздно Анонс Анонс появился Не поздно Анонс появился Чуть ли не в воскресенье Просто Надо Почаще Залезать На сайт Народного Славянского радио И там есть Такой Раздел Анонсы Там все Анонсы выкладываются Поэтому Залезайте Смотрите Тем более Надо уже привыкнуть Что вторник Среда четверг Это те дни Когда как правило Эфиры Восемь часов По Москве Идут Еще есть Субботние эфиры В двенадцать часов Дня по Москве И восемь часов Повторения Коротенькие эфиры Как правило Записанные Или какие-то Передачи записанные Вот это тоже Будете готовы Также есть у нас Толст заказов Который выходит В двенадцать часов Дня по Москве В пятницу И еще повторяется В субботу в три часа ночи Для других регионов Не центрального Вот И еще есть у нас Новости славянского мира Которые выходят В воскресенье Начиная с часу ночи И так вот Через несколько часов Они повторяются Так что Вот Не упускайте это из виду Итак А чем же заменять подгузники Ну я Интересный такой ответ дам Я Некоторое время назад Узнал что Оказывается Вот Есть такая система Высаживания детей Ну высаживания Скажем Когда они хотят Там Пописать Или покакать Скажем так Маленькие детки Что в общем-то Ребенок Рождается Формула Выглядит Следующим образом Что ребенок Рождается Уже В общем-то Внутри себя Осознающим Что он хочет Например По маленькому Или по большому Но мы В силу своей Как глупости И тупости Не распознаем Его признаки Его какие-то Позывные Его какие-то Ну как собачка Хвостиком машет Одни думают Что это агрессия А другие видят Что она радостная Так и здесь То есть определенные Ужимки ребенка Или там он как-то Морщится Или там руками Ногами Может как-то Он там Дрыгает Это все Он определенным образом Пока еще Непонятно для нас Подает сигнал Что он хочет В туалет И в течение Двух недель Если наблюдать То есть Есть определенная Информация в сети Опять-таки Это не я придумал Наблюдать за ребенком Как он себя ведет Перед мочеиспусканием Или перед испражнением И Быть внимательным В дальнейшем К этим признакам И сразу его высаживать То примерно К двум месяцам Ребенок Уже самостоятельно По-своему Так именно просится Заранее Уже он знает Что вот такие его Гаймасы Родители распознают Например да Действия Определенные руками Ногами И высаживают И в общем-то все И как только ребенок Подает сигнал Он не говорит Мама папа Писать хочу А он там начинает Ножками сучить И как-то там Носиком морщить Ага Хочет писать Раз он там Как-то по-другому Себя повел Там головой завертел Там как-то по-другому Звуки издает Какие-то Может быть В туалет по-большому Захотел Раз его высаживают И все Есть обратная связь То есть Смысл такой Что ребенок Он осознает Что он хочет в туалет И подает какие-то сигналы Как он может Естественно Наша задача И их распознать И этими сигналами Пользоваться И подгузники Они вообще Ну просто не нужны То есть он Буквально может быть Разы будет описываться Там или обкакиваться Да как говорится То есть Вот такая вот Тоже глубокая тема Существует Многие может не знают Но Пожалуйста Поищите в интернете Очень много Целые движения за рубежом Есть Как-то даже такое слово Есть мудреное Не наше Поэтому я даже Вот не помню Но то что Именно отслеживать Вот эту реакцию ребенка На Когда он хочет Именно в туалет Ты прям вредитель Какой-то Прям этот Шпион И как там Который Который откручивает Контергайку То все время Ты же диверсант Ты что же делаешь Ты же разрушишь Эту Целую индустрию Подгузников Вот цены Такие даешь Как жить-то будут Наши друзья Ну ты что Они нас заботят А ты вот разрушать Опять американцы Эту тему Начали Я по крайней мере На их ресурсах Такое нашел И потом Читал статьи Что это в Америке Вообще зародилось Ну наверное Это тоже Какие-то может быть В общем-то Не новые открытия Это какие-то знания были Просто Что-то забылось Например Вот мама мне рассказывала Что Пардон До меня Она там С маленького Там Месячного возраста Она там Меня тоже Сажила по-своему Я быстро привык То есть вот И предыдущее поколение Вот кто в советское время Вырос Вот они Многие говорят У кого перед глазами Несколько поколений Прошло Что сейчас дети Вообще трудно Приучаются Например В туалет Ну я помню по себе Я тоже как-то Высаживал Памперсов Тогда не было И все нормально Хорошо И дети привыкают Нет Сейчас Сотка и в пять лет Сейчас вот Смотришь иногда Идет ребенок Или в коляске Еще хуже Такой уродливой Походкой Такой идет Какая-то Собака Раскоряга Раскоряга Жаль Печально Печалька Ну хорошо Ладно В наше время Подгузники Компании Производящие подгузники Я думаю Не останутся Без клиентов Потому что Люди Конечно Многие об этом Слушают Знают Но Особо не реагируют Поэтому Конечно Пока К сожалению Еще будет Какое-то Время Люди будут Им выручку Приносить Скажем так Понятно Ну вот смотри Какие тут Позвучали пожелания В следующей передаче Про воспитание девочек Аналогично Сегодняшней передаче Дальше Тема взаимосвязанная Одна семья и дети То есть Разбирать эту тему О важности Творческой личности В семье И вот еще А Иван-Чае Очень жду эфира Святаруса А Иван-Чае Поговорим Об Иван-Чае Как-нибудь Ну Об Иван-Чае Можно поговорить О Кипреи Ускалистом Да Потому что Чай Он Не совсем Вернее Не русское слово И Иван тоже Ну Просто привычное Более всего Ну Кипреи Кстати Тоже не совсем Наша Тоже целая тема Очень интересная Там вот я могу Такую затравочку дать Гитлер же знал Про Кипреи И уничтожил Лабораторию Кипрея Вместо того Чтобы двигаться В сторону Ленинграда Да Танковая армия Была повернута Чуть-чуть В сторону И сделала Большой крюк Чтобы Копорий Разгромить Известный факт Да Да И вот захватили Фавиль К сожалению Не помню Сейчас так С разбегу Захватили Директора Этой лаборатории Который Не побоялся Сталина Заявить Что он нашел Алексея Без смерти На основе Иван-чая Вот И такой Заявил Сталину То есть тоже Это видимо Не зря Он такой Заявил Ну так В общем-то Немцы С него Этот секрет Не взяли Но потрепали Сильно И он умер За сто лет Но тем не менее Хоть бы прожить Он дольше Но умер быстро Сравнительно Ну из-за того Что там Издевались Над ним Вот так вот Да Ну сами мы тоже Заготавливаем Ван-чай Поэтому тоже Будет о чем поговорить Эфир я думаю Будет горячий За чайком Ну хорошо В общем темы тебе озвучены Какие тебя ждет народ Так что Вратарь готовься к бою Давай будем подводить Итог сегодняшней нашей встречи Давай Желай что-нибудь доброе Хорошее Нашим радиослушателям Ну доброе Хочу сказать Чтобы воспитывали Своих детей Искренне от души Чтобы Помогали им Всеми силами Всей своей душой Разобраться В сегодняшнем Непростом мире Где-то И Донести До ихнего Детского разума Что Сейчас действительно Вот такое Вот И интересное И опасное Одновременное время И что Надо обязательно Прислушиваться И К себе И к своей совести И к внутреннему Голосу разума И обязательно К Старшему поколению К тем же самым Родителям К своим Обязательно надо Прислушиваться Почему Потому что Родители Они желают Только Конечно же Добра Конечно Могут Где-то Они по незнанию Приносить В итоге Какие-то Нехорошие вещи В жизни Ребенка Но я думаю Что любой Родитель Особенно Здравомыслящий Он желает Только добра Своим детям И вот этот Разрыв поколений Надо конечно же Снижать Снижать И снижать Чтобы дети Слышали Родители Родители Слышали Детей Ну и Также И другие Поколения Бабушек Дедушек И так далее В общем Всем радиослушателям Благ И семейного Понимания И любви Семейной любви Хорошее Пожелание А вот для того Как сделать так Чтобы вас Слушали Об этом Наверное Поговорим В одной Из следующих Наших передач Так что Как говорится Следите За анонсами Напоминаю Что сегодня 4 августа 2016 года Четверг По одному Из современных Календарей По одному Из старинных Три четвертый День Месяца Получения Даров Природы 7500 Двадцатого Лета Кто отмечает Праздники Тех поздравляю С Днем Летиции Говорили мы Сегодня О том Как остановить Мужское Вырождение Юрий Лодин Святорус Главный Соведущий Очень интересный Рассказчик На мой взгляд Понравился Ты как Рассказчик Доносящий Очень полезную Информацию В чате Просят Почаще И побольше Побольше И почаще Очень интересно Очень правильно Благодарим Благодарим И так далее И тому подобное Ну что ж Следите за анонсами Мы в свое время Будем вас Информировать О том Когда будет Очередной Эфир С Юрием Мне остается Вам пожелать Здравомыслия Напомнить Что В очередной раз Напомнить Что Все Инструменты Применяемые Человеком Хороши только в том Случа Если человек Является Мастером Если он умеет Применять Эти инструменты Недостаточно Их Накопить Вы Становитесь Все лишь навсего Коллекционером Коллекционер Это не мастер Это тот Который Восхваляется Тем что Он приобрел Какой-либо Дорогой Инструмент Инкрустированный Кем-то Изготовленный Или Этим инструментом Что-то там Изготавливали Но На мой взгляд Это очередная Глупость Которую нам Навязали Хотя И среди Коллекционеров Встречаются Мастера Однозначно Не всех Необходимо Причесывать Одной гребенкой Но все-таки Коллекционер Отличается от мастера Тем что Он не понимает Иногда Как этим Инструментом Воспользоваться Но и коллекционер Это Вернее Но и мастер Это еще Не вершина Существует еще Тот Который является Проектировщиком Знающим Для чего Мастер Этим инструментом Что-то в жизни Сделают То есть Осознайте Кто вы в этой жизни Поймите Что вы будете В этой жизни делать И самое главное Для чего Только осознав Это Вы станете Настоящим Человеком И через это Вы станете Настоящим Полноценным Азом Все остальное Это глупости Это слова Это какие-то Ужимки Обезьяни Что угодно Но это Пустое Время Препровождения И тогда Все наши разговоры О том Как становиться Мужчиной Как становиться Женщиной Как там Лад в семье Навести порядок Гармонию Это всего лишь На все будут Пустые слова В никуда Вот когда Вы будете Себя осознавать Хозяином Человеком Становящимся Азом Вот тогда Все наши эфиры Вам пойдут На пользу Желаю вам Добра Здравомысля Сегодня еще раз Напоминаю 4 августа Четверг 2016 года Или 34 день Месяца получения Даров В природу 1224 лета Неделя Прощаюсь С вами Желаю вам Всего самого Доброго До новых встреч Услышимся Народная славянская радио Все нужно Все важно Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok